Добрый день! Как меня слышите? Отлично слышу вас. Видно меня, да? И видно вас хорошо. Слава Богу. Ну, рад видеть вас. Рад видеть вас в здравии. У меня пара вопросов есть к вам. А если не затруднит, мне нужен ваш совет. Сразу говорю, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Если бы вы этого не делали, я бы вас об этом попросил. Как это понимать? Ну, я буду рад, если вы выставите в интернет. А, ну, так что-то возражений нету. Я слушаю. Говорите. Да. Значит, первое. Я давно уже, больше четырёх лет являюсь катехизатором на приходе в Санкт-Петербурге. Ну, до недавнего времени был. Вот. А сейчас я по семейным обстоятельствам переехал на свою родину в Нижний Новгород. И вот уже около года я здесь, на Нижегородской земле. Меня попросили родственники поработать в области, у них, в доме. Я мебельщик, строитель. Ну, у меня разные такие вот подобные специальности есть. Я там занимался, и так как я сидеть ровно на одном месте не могу, будучи катехизатором, я обратился в храм в посёлке Воскресенском Нижегородской области. Батюшка с радостью меня принял. Вот. Но после того, как я полгода там с группой порядка 18-20 человек занимался, еженедельно, по программе вёл им, ну, курс именно катехизации, произошло, в общем-то, одно неприятное событие. И батюшка, испугавшись, что там будут какие-то жалобы и так далее, в общем, меня оклеветали. Вот. Наговорили всякой ерунды, вот, что я там какой-то несу им протестантский дух или что-то в этом роде. Ну, в общем, закончилось тем, что батюшка, чтобы ему ничего за это не было, вот, на всякий случай взял всю эту лавочку и прикрыл. Вот. Это так, предисловие некое. А сейчас я опять вернулся вот в сам Нижний Новгород, потому что работа в области закончилась у родственников. И пытаюсь каким-то образом, ну, предложить в одном, другом, значит, храме вот катехизацию продолжительную, именно как это было у нас в Санкт-Петербурге, по годовой программе. Но, к сожалению, здесь это совершенно никому не интересно. Я многих спрашивал, многих настоятелей. Один даже откровенно благочинный сказал, вы знаете, нам это не надо, потому что мной, говорит, давно замечено, и не только мной, что там, где люди начинают там серьезно как бы учить, как бы ходить вот на такие вот занятия, они очень быстро охладевают к посещению богослужений. Вот, и там перестают там заходить регулярно на богослужения, вот им занятия подавают, им неинтересно. Я не стал насчет этого с ним спорить, я понял, что он имеет в виду, что ему интересно в его, так сказать, меркантильных соображениях. Это понятно, откуда, что называется, ноги растут. Моя просьба к вам такая. Первое, мне нужен совет. У вас ведь много разных знакомых в разных городах, насколько мне известно. Может быть, кто-то из ваших хороших знакомых, друзей, есть в Нижнем Новгороде, потому что мы с женой здесь вот как оказались в такой изоляции. Все наши друзья, все мои ученики, они же есть наши друзья, они все остались в Санкт-Петербурге. Сейчас вот появились, так как я полгода в области вел занятия, появилось, значит, несколько человек, друзей там. Ну а вот здесь, где мы непосредственно находимся сейчас, в самом Нижнем Новгороде, у нас нет никого. Мне бы хотелось, чтобы я мог и Слово Божие нести, я многому людей могу научить, многое могу передать, знания и опыта именно настоящей подлинной общины церковной жизни, как это было у нас в Санкт-Петербурге. И, естественно, нам нужно дружеское общение, вот та община, та малая церковь, без которой мы жить не умеем. А сейчас, по сути, получается так, что вот мы вдвоем. И обращаться за этим к священникам я пробовал, но все они одинаково отвечают, что у них какого-то внебогослужебного общения христиан, серьезного такого, по сути, нет, оно ими не надо. А мы привыкли именно к внебогослужебному общению, чтобы можно было за круглым столом сидеть и подолгу обсуждать вопросы, связанные именно с научением, с постижением истины. Я никогда не просил ни от кого никаких зарплаты, никаких денег за свою деятельность, за катехизацию. Всегда был катехизатором безмездным. Вот суть вопроса. Еще раз повторю, есть ли у вас какие-то есть надежные, интересные люди, христиане верные, с которыми бы вы меня могли познакомить здесь, в Нижнем Новгороде? Видите, чтобы вы ответ выслушали и приняли, потому что я твердо на этом стою, я 57 лет этим занимаюсь, катехизации. 57 лет полных. Притом я не просто проповедник, а миссионер. Вы знаете, что мы проехали из Барнавола до Владивостока и далее забросил я 38 книг, которые были, несколько тонн, 4 тонны, границы, и дошли до Лиссабона. Прошли Скандинавию и Прибалтику, то есть 650 городовых сел. И та обстановка, о которой вы говорите, она абсолютно везде. Не 25, а 100%. Может быть, в одном-двух местах немного она другая. И где нет? Вне богослужебных собеседований. Это паломник писал дореволюционный. Там нравственность ушла на дно моря. Вот эту фразу запомните. Да, спасибо. Не спасибо не говорим. Спаси Христос. Так, сколько лет вы занимаетесь? Я не знаю. Дальше. В чем заключается ваша катехизация? Сегодня так. Через какое пришел свечку подавать? Все они учат. Нужно хотя бы раз увидеть ваши занятия. Вы на наших занятиях бываете когда? Я раньше давно смотрел ваши занятия. У меня есть записанное специальное занятие, записанное видео. Мои беседы. Я, конечно же, не учу, через какое плечо подавать свечку. Для меня основополагающим является та программа, которую когда-то разработал отец Георгий Кочетков. Там курс рассчитанный на год и немного более. Там основы именно все расписаны. Если вам интересно, я могу вот эту программу, допустим, вам скинуть. И могу скинуть видео с одной из моих бесед, где я рассматриваю тему, о которой чаще меня всего просят. Тема «Смирение сердца» или «Смирение Христова». У меня такая беседа есть на видео, хорошо записанная, если вам интересно. Отца Георгия Кочеткова я знаю, встречались с меня. Его люди приезжали большой группой сюда ко мне. Встречались. Так что я знаю, это очень хорошо. Сколько раз вы в неделю занимались и сколько занимает времени одна встреча у вас в собеседовании? Значит, я занимался еженедельно. Это у нас правило было такое, что вот последняя группа, которую я ввел полгода в Воскресенском, мы сразу после литургии шли в библиотеку. У нас там библиотека именно поселковая. Там была договоренность, чай, печенюшки и прочее. И мы где-то два с половиной часа сидели не вставая. Это самое нормальное такое время. И эти два с половиной часа пролетают на одном дыхании как у меня, так и у моей помощницы жены, так и у всех присутствующих, как правило. А меньше я просто не укладываюсь. Где-то если час-полтора я, как правило, не укладываюсь в тему. И к тому же надо еще дать людям возможность высказать какие-то свои суждения, задать вопросы. Это обязательно. Без этого просто не будет вот этой обратной связи. Поэтому два с половиной часа я нашел для себя это самое оптимальное время. И людям не чересчур это напряг большой. И я успеваю все сказать. Сколько раз в неделю занятия? Один раз в неделю после литургии. Это было последнее занятие полугодовой курс. Один раз в неделю. Сколько месяцев вы занимаетесь катехизацией в году? Нет, в целом я занимался четыре года. Но в разных местах. Нет, вопрос стоит. В году сколько месяцев? Вы что, круглый год занимались? Да. Да, круглый год. Когда я был в Санкт-Петербурге, там у нас правило было такое. Батюшка, когда принимал, группу набирал, он сразу предупреждал. Ваши отпуска, ваши проблемы на работе, они мало кого волнуют. Вы Богу молитесь, спросите, он вам поможет все это дело устроить. Но для нас важно, чтобы вы от начала до конца весь курс прошли. Мало того, он строго спрашивал, чтобы мы, катехизаторы, заполняя табель, во-первых, делали это абсолютно честно, и каждый раз предъявляли ему табель на просмотр. Если кто-то пропускал там три, а если четыре встречи подряд, вот две, три, четыре встречи, он просто приглашал этих людей для беседы и говорил, ну, слушайте, мы понимаем, что у вас есть трудности и так далее, но я же, говорит, тоже за вас несу ответственность перед Богом и перед общиной. Если вы пропустили эти важнейшие темы, как мы их наверстаем? Давайте еще раз попробуем на этот этап заступить. И так это было людей, просто вот, ну, из 25 человек, допустим, приходило человек 18 к концу года. Ну, и ничего нормально, а те, кто не прошли, они опять поступали на первый этап обучения. И никто не противился. Вот такое правило. Ты, кстати, я так понимаю, что это инициатива была от Георгия Кочеткова. Вот такой принцип. Простите, я долго говорю, может. Хорошо. Я вел занятия, скажу, как было у нас. Вы сравнение немножко тогда сделаете. Да. Мне тоже спрашивали, а какая у вас программа? Я говорю, у меня программы вообще нету. Как нету? А как же ведете занятия? А я вел занятия одновременно в пяти университетах, 13 школ, 3 радиопрограммы, краевые радиопрограммы по телевидению, во всех пяти отделах милиции, горы, края УВД, воинских частях, заводах и пабриках. И тема везде одна была. Да какая программа на сколько? Четыре с половиной года. Через четыре с половиной года мы возвращались к первым азам. У нас это все практически была подготовка к окрещению. Вот такой большой срок к окрещению готовили. А если человек знал и ходил, для него меньше, может быть, несколько месяцев, а было даже несколько недель. А в чем заключается? В общем-то, полное толкование Нового Завета по блаженному Феофилакту с комментариями. Мне Господь позволил издать три тома с откровением вместе. Блажена Феофилак и Андрея Кисарика, подокийского архиепископа. Вот. Трехтомник вышел. Это очень объемный материал. Три книги по 752 страницы. Два раза в неделю занятия по два часа. Вот эта программа. И кроме этого, из Ветхого Завета, песня песней. И кроме этого, занятия еще дополнительные. Противосектантские. По всем спорным вопросам. В эти четыре с половиной года входят все виды психики людей. Они градуировались примерно где-то до 22, кажется, типов людей. Ну, первое. Я не верю в Бога. Вот. Как ему ответить? Как доказать? Второе. Да Бог-то есть. Да кто знает, кому это нужно, что? То есть, не верить в святость Библии. Третье. Я пробовал, ничего не получилось. То есть, как люди отговариваются? Вот по этому типу делятся люди категории. Все должны это знать. Это входило все в четыре с половиной года. И проходили еще. Было четыре, потом четыре с половиной. У нас есть материал, он называется так. Пособие для изучения Евангелия от Марка. Вот. У нас, видите, абсолютно разная программа. И с первого же дня призыв к благовестию. Не печенюшки есть где-то, а как только вышли в свободное время, вот занятия кончились, мы людей призываем идти от двери к двери, так, как делают так называемые свидетели Иеговы. Это делали апостолы, это делали пророки. Они выносили из сердца святость, которую дал Господь, чтобы полюбили Слово Божие. И священник, который ответил, что если люди занимаются Слово с вами, то будут меньше посещать. А вот у нас наоборот было. Чем больше посещают, тем чаще ходят в Слово, в церковь, чаще. Но в торговле мы не участвуем. И кончилось тем, что нам пришлось создавать свою общину. Мы относимся к РПЦЗ. И когда вот этот акт о каноническом общении был принят, а перед этим опрос везде прошел, за или против. У меня брат, он священник, отец Айким. И он был на этих совещаниях за границей два раза, когда ездили в Сиэтле были, в Сакраменто. Мы против не общения, а объединения. Общение у нас было всегда. Благодатность московской патриархии мы никогда не отрицали. Никогда. А приучали людей к тому, чтобы они жили для Бога. Будьте святы, как я свят. Везде все разбивалось на эту триаду. Отвергни себя, возьми кресло и за мною. Вот эти три шага, пошагово, одновременно начинаем сразу изучать. Вот это в программу входило. И когда люди готовы были, давали им поручителей, тех, которые раньше уже ходили, крещение приняли. И они, когда уже время приближалось к крещению, у нас крещеное полное погружение, все до единого. Все. Ни одного нету, чтобы он был мощеный или за деньги. Все и бесплатно. Для крещения мы старались, ставили условия. Необходимо уверовать. Родиться свыше. Это первый шаг. Принять добровольно Христа в свое сердце. Жить для Христа. И не как-то наполовину, а на сто процентов. И третье, слова Серафима Саровского. Быть Вадимом Духом Божиим. Он выразил стяжание Духа Святого. Вот когда давали поручителей, они сами люди уже ходили на занятия, подавали заявление в писанном виде, что согласны соблюдать устав нашей общины. И кончилось тем, что когда пять лет прошло после акта о каноническом общении, стали говорить о вхождении зарубежной церкви, патриархии. Они ее, говорит, даже не облизывая, сожрали сразу. Говорили, вот они придут оттуда, это новые силы. И вот эта расхлябанность, вот эта мизерная вера в людях исчезнет. Люди по-настоящему будут верить, как считают про нашу общину. Я говорю, нет, так и получилось. Нам Господь позволил две только общины. Из ста, допустим, 18 в России, только мы один стояли. А как? Никак мы с места не сбинулись. Да, 23-х, митрополит, там, зарубежный, нас это не касается. Мы продолжаем работать. Батюшки нет, когда он бывает. Он на две общины. Воскресенье здесь, воскресенье там. И вот, когда его нету, мы ведем так называемое апостольское служение. То есть тоже богослужение, из него все взятое и сокращенно, до 45 минут. А остальное занимает проповедь. Непременные условия. Две проповеди во время одного богослужения. Каждая проповедь в среднем полчаса. Этим приходилось мне заниматься, пока не был рукоположен в щитцы. Мы выходили в трапезную, опрокидывали столы и стулья. И говорил, а когда епископ рукоположил меня, и чтобы я при нем мог говорить и в храме, тогда прямо во время богослужения. Но потом я отошел от этого, и объявил, считайте святых отцов. Но если вы будете по одному говорить, о одной проповеди, я сразу выйду на проповедь. Я не запрещенный по сей день, ни замещания, ничего нет. То есть место дал молодежи. И вот по сегодняшний день мы это удерживаем. И поэтому мой совет, он может просто не вместиться в те рамки, которые вам уже хорошо известны, обкатаны. Вот если бы был здесь священник и вышел с вами на скайп, вот это было бы здорово. Мы бы поговорили. Пример. Я с ними разговаривал достаточно много. Они иногда говорят во всеуслышание такие глупости, что мне стыдно и слушать. У меня было такое. Очень хороший знакомый, и он проповедует, и в храме ему проповедь. Я не знаю, чтецы-то рукоположен? Нет, Андрей был, Володя? По-моему, нет. 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 Ну и священник ему просто благоволил. И теперь вопрос стал о рукоположении священники. И они вышли вот в интернет и стали говорить, я задал только один вопрос. Вы можете, я говорю, на него ответить? Только открыто. Вот этот кандидат священники ответил. Ответил коротко, в течение одной минуты. Я говорю, а теперь смотрите каноны. Каноны у нас посчитаемые. Я провел над ними огромную работу. Три года работал. Это книга правил. Семь вселенских, девять поместных и тринадцать святых отцов. Из их 989 правил, 989, там Юсенианова декретали, все исключить, остается всего 713. И из них 419, то есть 57% правил на сегодняшний день, вот как мы с вами разговариваем, нарушается ежедневно, повсеместно, умышленно. Вот раньше 30 лет, да не будет, а если будет рукоположен, да будет извержен, пусть выполнит. Если не в три погружения священник, его надо извергнуть, а это патриарх делает, они уже извержены. Там может быть ни благодати, ничего нету. Мы поставили стойко, ни одного правила не нарушать. Тогда мы православные. А это один звук только. Ну и ясное дело, что вас обложили, там всякое, это на меня только в интернете выложено скверных роликов, роликов полновесных, священников, около 200. Если взять вместе Государственную Думу, Путина, Патриарха вместе взяты, на них меньше, чем на меня. Хотя я фактически нигде ни одного шага в сторону не шагнул. Я только сказал, там-то вот это отступление от Слова Божия и выставляю места Писания. Вот Господь сказал, идите по всему миру. А монахи придумали за стены, закупорили и все. И человек, не давая потомство, уходили в песок. Я простые, простые слова говорю. На чем мы остановились? А на том, что если мы не идем за Христом, не живем во Христе, мы не будем с Ним в вечности. И вот недавно, ну, может, недели две назад, священника Андрея Ткачева знаете, слышали? Слушайте, я вам сейчас расскажу кое-что про Андрея Ткачева. Я сейчас скажу, скажу только я. Я много про него знаю, и первый раз я его услышал, я только высказал, очень опасен. И он рано или поздно должен на меня кинуться. Но я больше ничего не сказал. Но недавно он выдал шедевр. Настоящее. Миллионы, а может, сотни, кажется, миллионы там сказал. Людей ушли из православия из-за нашего небрежения. Узнали о Христе, что Он родился у протестантов. Узнали, что Он умер за нас, Христос, у протестантов. Что Он воскрес у протестантов. Чего мы еще хотим? Наши люди ничего не знают. А я подумал, почему же дальше-то не делать? И как-то оператор снял, повернул, а там торговля идет на несколько, видно, точек брованого движения. У нас перешагивать ноги на ногу не разрешается. Нас обвиняют. У нас строго все в платочках одеты, с бородами, не подстрижены нигде. А это внешнее. Э! Внешнее оно идет от внутреннего. Почему об этом так много говорит Авва Агафон, об этом Дорофей говорит, да все святые отцы. Не надо играть этим. У нас безбородых ни одного нету. Кто бы он ни был. Вот. Когда сказал Андрей Ткачев, вот здесь особый момент обратить. Мы виноваты в этом. Вот это священники поймут, разговор сразу изменится. А вот спрашивают, а что за вопрос такой, который готова кандидатура в священники, и вы его поставили так, что священник, он начал опровергать, я никуда не двигаюсь. Я говорю, вы канон этот, если перепрыгнете, а этого человека кандидата, я говорю, а я его знаю. Вопрос такой, во-первых, он хороший, его гонят, это нормально, когда гонят. Господь говорит, знаю ли меня, буду гнать и вас. Это одно из уподоблений нашему Господу. Вас не принимают, говорят, но слушали вас, будут слушать. Я спросил, жена ты, а я знаю, его дети у меня в лагере были, я начальник детского лагеря, 45 лет сам создал, православный, единственный на страну Советский Союз. 45 лет. Я говорю, скажи, жена в отпуск ходит? Ходит. В санаторий ездит? Ну, ну да, на курорты там бывает так. Так, у тебя, уверенность в том, что она тебе не изменяла, есть? Нет. А уверенность в том, что она изменяла, есть? Да. Всё. Навсегда закрыто. Ты уже никогда не сможешь быть. На это правило канон. Конечно, открыто, священник разобиделся, видно, он его любит. А дальше начались гонения на этого человека. Вот, брат, какая история. И поэтому мои ответы, они не входят в это прокрустного ложа. Которое надо создать. Они так расплылись. Широкий путь, пространный, ведущий. Поэтому друзей у нас много, но и врагов хватает. Недавно получил... Ну да. Спасибо, вот вы мне рассказали интересно про Ткачёва. Во-первых, я что хочу сказать, что то, что я вот сейчас был и остаюсь в этой церкви, да, московский патриархат, я никуда из неё не пойду, не потому, что я уж очень её люблю. Я вижу все настроения, все недостатки, но дело в том, что куда идти? Идти практически некуда больше, вот мне. Поэтому я остаюсь с теми людьми, с которыми я начинал. А начинал я в 48 лет, вот 10 лет назад, с того момента, когда сын меня, сын меня практически привлёк к вере. Но это отдельная история. Так вот, я остаюсь в этой церкви для того, чтобы люди, которые в неё ходят годами, наконец-то, наконец-то, впервые по-настоящему Слово Божие услышали так, чтобы у них в голове эти пазлы начали складываться. Я никого не тянул из этих людей за язык. Очень многие мне свидетельствовали по прошествии там пары-тройки-четырёх месяцев наших занятий, да, о том, что да, у них теперь начинают эти пазлы складываться. Сами свидетельствовали и свидетельствуют. Те люди, которые меня знают и которые меня любят и которые у меня учатся. Это первый принцип. То есть, я не столько работаю как миссионер, сколько работаю как человек, который позволяет лучше разобраться тем людям, которые давно уже в Боге практически живут. Но те проповеди, то, значит, чтение даже и святоотеческое, и совершенно правильные книги люди читают, но у них основы сами, они не сложились в единую систему. У них нет вот этого правильного вектора понимания замысла Божия, что из чего происходит, потому что, к сожалению, к сожалению, очень даже и грамотные священники, проповедники, и даже педагоги, преподаватели священного писания в некоторых вопросах сами очень серьезно заблуждаются. Вот я в интернете попробовал общаться в чатах православных недавно, это я потратил на это, ну, ежедневно занимался порядка двух месяцев. Очень много грязи, конечно, вылили мне на голову, но я почти всем, в том числе и заходившим туда семинаристам, и священникам, которые я, я понимаю, что человек точно закончил семинарию или академию, да, но он себя не, значит, объявляет открыто, что он священник, что он действительно имеет духовное образование, а по тексту понятно, что человек с образованием. Я им задаю простейший вопрос. Сколько, какое точно количество заповедей людям дал Христос к их исполнению, к своим христианам, никто, ни один, ни единственный человек не дал эту цифру вообще. Кто говорит две заповеди, кто говорит девять, это заповеди блаженства, я говорю, они заповедями по сути не являются, вот, и наговорившись, и наспорившись, значит, до синевы с этими людьми, да, я им свои аргументы, они свои, вот, никто эту цифру называть не хочет, говорит, да, это и совершенно не обязательно эту цифру знать, а я говорю, обязательно, и я им предъявляю, значит, посылаю фотографию одной брошюрки, брошюрки, которая так и называется, заповеди нашего Господа Иисуса Христа, а, значит, на предпоследней странице оглавления, где вся, целая страница занята перечислением этих заповедей, издал ее когда-то, и сочинил, составил, епископ Иустин, 19 век, а репринт ее был напечатан, значит, уже при Алексее II, где-то в 90-е годы, но после того, как я попытался и здесь, в Нижнем Новгороде, и в Санкт-Петербурге по магазинам поискать эту брошюрку, которая мне доставилась совершенно случайно на развале, я не встретил нигде, мало того, продавцы говорят, а мы и не слышали о такой, а вопрос очень серьезный, и однажды, однажды не я, а кто-то, значит, из звонивших Ткачеву в прямой эфир, Ткачеву, о котором мы сегодня говорили, задали этот же вопрос, так вот он ответил, следующие замечательные слова были в ответ сказаны, а вы знаете, если вы хотите знать, сколько заповедей дал Христос, это очень просто, возьмите, откройте Евангелие, и там, где Христос говорит в повелительном наклонении, все то и есть заповеди, заповеди Христа, я говорю, вот мы и приплыли, чтобы их исполнять, их надо сосчитать, и каждую наперечет знать и исполнять, еще знать, как исполнять, а если мы даже их не посчитали на сегодняшний день, то тогда о каком вообще богословии в нашей церкви можно говорить, если евреи свои заповеди посчитали до одной, а мы свои заповеди считать не хотим, у нас сегодня с католиками по этому вопросу, давным-давно, насколько мне известно, стало при моем изучении этого вопроса, есть разногласия, они говорят, что есть заповеди Христовы, это католики, вот, а есть духовные советы Христа, понимаете, лукавство какое, вот с этим вопросом, с этим вопросом, конечно, я бы и к вам бы с удовольствием обратился, да, если вам было бы интересно изучить, но тема, я считаю, очень серьезная, покуда никто из священников на этот вопрос вот так вот серьезно не ответил, а я насчитал сам в четырех Евангелиях порядка около восьмидесяти различных высказываний, которые можно было бы отнести именно как к заповедям, рассматривать как к заповедям, например, вы соль земли, неужели нельзя воспринять эти слова Христа как заповедь, будь солью земли, или вы свет миру, это не повелительное наклонение, но тем не менее это обязанность наша, если он говорит, что мы соль земли, и мы свет миру, значит мы и должны этому соответствовать, значит это руководство к действию, это заповедь, я думаю так. Ну вот относительно положения, которое у вас сейчас сложилось, как к этому подошли? Вот у вас на благовестие люди, с кем вы занимались, они ходили, раздавали Евангелие, свидетельствовали о Боге, не то что ходить и ходить на занятия, а идти в мир, идите по всему миру и пропадаете Евангелие, как это выполнялось? Я вам сейчас скажу, я их прямиком на это дело не направлял, почему? Потому что так как эти люди давно уже в церкви, мы начинали с того, что они свидетельствовали о своих трудностях в общении, особенно с близкими людьми и с друзьями, и подавляющее большинство из них говорили, что у них только отрицательный опыт и того, что они пытаются о своей вере говорить людям, которые знают. Проще всего, с кем ты общаешься говорить о Христе, они имеют некоторую степень доверия к тебе, они знают тебя как личность, они тебя будут слушать, а на улице человек не всегда будет слушать. Так вот, они все терпели фиаско из-за того, что они сами толком не окрепшие еще, им нужно было окрепнуть, им нужно было какое-то время, и поэтому с этими людьми, со своими учениками, я со многими еще, кроме занятий, я еще беседовал индивидуально и по телефону, и встречались, и они к нам в гости приходили, мы становились, в общем-то, очень близкими людьми, и в каждом конкретном случае, вот когда они говорили о том, вот как мне поговорить с сыном, мы тогда уже рассматривали ситуацию, и я уже давал какие-то конкретные указания, в каком направлении, допустим, вести беседу со своим сыном, или со своей матерью, которая, вот, допустим, не верует в Бога, но ей надо уже, что называется, подумать о душе пора, вот, и так далее, и так далее, а вот так вот формально, допустим, кинуть клич о том, что идите, распространяйте священное писание, идите, проповедуйте людям, которые сейчас у самих пазл не сложились, я считаю, ну, это малоэффективно, во всяком случае, малоэффективно. Вот видите как, я тогда вопрос попутно сразу, чтобы уже конкретно начать разговаривать об этом, мы пока в общих чертах говорим, это понятно. Как вы на меня вышли? И почему именно на меня? Так, во-первых, мы с вами беседовали один раз уже около часа, эта беседа у меня сохранилась, видеобеседа такая же, я вам рассказывал свое видение о, ну, на предмет, значит, двух мест из Нового Завета, вот, где Христос рассказывает одну притчу, а второе, где Христос говорит о смирении, как раз, смирении сердца, научитесь от меня, ибо я кротко смирен сердцем, вот, а вышел я благодаря сыну, у меня сын раньше нас с женой уверовал, и как-то в интернете вот нашел ваши ролики, и потом мы вместе с ним смотрели ваши ролики, много тогда, вот, ну, а в последующем я уже меньше стал обращаться, значит, вот, к вашим новостям и к вашим роликам, реже гораздо, потому что, ну, я вообще человек занятой, мне много приходится работать, да, плюс еще и катехизация, плюс еще и учиться приходится понемногу, вот, я не могу приходить без глубоких знаний к людям и что-то им говорить, у меня много людей с высшим образованием учатся. А как вы находите, что, с кем лучше работать, которых высшее образование или которые, ну, допустим, среднее образование имеют? Я считаю, что здесь образование, образование, оно иногда чаще даже мешает людям, вот, труднее всего работать с теми людьми, которые очень склонны именно, как сказать, вот, к этому обряду верию, для которых очень существенным является всевозможное поклонение там, святым мощам, поездки по разным святым местам, вот, которые очень сильно доверяют священникам, вот, с такими людьми, которые очень большое значение придают таинствам, вот, вот, с такими людьми тяжело, и это уже независимо от образования. Я считаю, что, в общем-то, с простыми людьми, с простыми людьми, необразованными, у которых ум от прожитого, от опыта проживания вот этой трудной, значит, жизни, да, с ними гораздо легче общаться, им проще и легче ложаться на сердце те слова, которые исходят от Господа. Я думаю, так. Так, вот, теперь смотрите, вы говорите, если они не знают, мало знают, и теперь отправлять их там опасно. А вот момент, возьмите, один из моментов, бесноватый, Господь его исцеляет, и он устремляется за ним. Пойду, а Господь говорит, иди к своим и возвести, что сотворил тебе Господь. Бесноватый. Какой дух у этого бесноватого был? Чье повеление он исполнял? Так он домой-то не пошел, а пошел по городу уже. Сколько его школа-то миссионерская, катехизаторская продолжалась? Ну, одна встреча со Христом, больше 24 часов она не могла быть. Ясно дело, исцелил и иди проповедуй. Ты говори о том, что знаешь, за крайний заходи. Чем больше будешь знать, тем интереснее будет тем людям встречаться с тобою. И тогда ты будешь расширять. И чтобы не отвернуться в сторону, главное – это Христос. Сегодня, вот как вы сказали, поездки, мы полностью с вами на 100% одинаково здесь. Почти. Я еще до конца не знаю. Вот так. Вот это доверие священникам. Должны проверять слова его. У нас эпиграфы есть к каждому делу. Для меня эпиграфом стало, когда я уверовал сознательно в 23 года, 57 лет назад, 57 лет назад, впервые мне дали в руки Новый Завет, и я высчитал сразу же, работая матросом, это было не просто для меня. Евангелия Тиана 12,48. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Слово судить. Я понял, все мои знания, что я занимался на разных языках, там политика и столько, ничего не значит. У Бога другой реестр моих поступков будет. И поэтому знания движения мне нужно знать в стране, где я живу, а не там, где в Египте раздвигают бортами машин друг друга, где ни одного, ни одного нету фонаря, чтобы указывали, ехать или не ехать. Мне надо знать это. И тогда я все связал, что имел, и в погреб, и оставил одно Евангелие, то есть Библию. И я ей занялся. Спрашивают, а сколько времени тратили? Я работал на стройке. У меня начался в душе бунт против самого себя. Я много сплю. Пять часов. И я, наконец, сон сократил до двух с половиной часов. И тогда Господь стал открыть. Иногда до десяти часов. Один раз помню, в день уходило, суббота, воскресенье, я Библию взял и ушел в лес. Ночь приблизилась, а это мне надо возвращаться, чтобы никто не мешал. Я залез на дерево, как шимпанзи, свил гнездо из веток березы, обнял ее там. И там ночевал, спал. И утром распадок, туман, низинка, и я на березе. Это картина. Это надо было видеть. Поэтому мои слова, они дойдут или не дойдут до вас, но я по-другому никогда не говорил и не говорю. А как у вас тогда Писание и Жития святых вы насчитывали? А как Писание и Патрология Мения, а этот 300 томов, святые отцы и как тогда каноны, все проверяю на Слово Божие. Все. Я никому не доверяю. Почему? Бог будет судить по Слову. И поэтому авторитеты, какие бы они ни были, они там сгорят. Их не будет, если они вели в другую сторону. Это 8.20 книга пророка Исаия. Если они не говорят, как Слово Мое, нет в них света. Не говорят, они такие речисты, он говорит, говорит, он там, где-то я смотрю, он Смирнов, другой, там сколько их таких, говорунов. Почему они к Богу людей не ведут? Люди пришли, вопросы задают к Богу через тебя. И ты должен быть рупором Божьим, а не то, что у тебя в голове. Вот это никак они не могут понять, говоришь. Я никогда не могу отвечать. Вот в университетах если я отвечаю на вопросы, а у меня на сайте 4124 сохранившихся вопросов. Каждый вопрос. Что говорит Библия, что говорят святые отцы, что говорят каноны, и что говорят жития святых. И кроме того, беру из мировой практики теперь опыт. Это один ответ, один вопрос. Вот тогда мы 100% уже сойдемся. Как только расходимся завтра чем занимаетесь? Ничем. Идите благовествуйте. Женщины, дети, бабушки. Хоть кому-то идите засвидетельствуйте. Вот у меня... Георгий Ильич, я прошу прощения, вы упомянули меня. Да. Дело в том, что я раньше читал кое-что меня, но тут мне пришлось столкнуться с одной серьезной проблемой. И я на самом деле тоже один из вопросов, но я не хотел сейчас его задавать, потому что это получается перегруз. Но, коль вы упомянули, я взял в руки перевод новый под руководством меня, перевод РБО. Новый завет, прежде всего, меня. Больше всего интересует Новый завет. Наверное, вы читали его, этот новый перевод. Валентина Кузнецова занималась. Я его насчитывал на пленку ознакомления. Да. Так вот, я там в одном только учительном Евангелии Матфея насчитал не меньше десяти очень серьезных, грубейших ляпов именно в богословском отношении. Вот. И я тогда стал изучать вообще, откуда все это пошло. И я понял, что ответственность собственно несет вот как раз отец Александр Мень за это, потому что вот эта самая женщина Валентина Кузнецова, она по образованию не богослов, она философ. Вот. А чисто с богословской. Вот. И я приводил уже своему священнику, с которым я в хороших отношениях давно нахожусь, мой наставник, я ему приводил этот пример, он только развел руками. Вот смотрите, мы в синодальном переводе читаем Луки «Вот я посылаю вас как овец среди волков, так будьте же просты как голуби, мудры как змей и просты как голуби». С мудрыми змеями там все понятно, в общем-то, там разногласий особых нет. Но дело в том, что когда я наткнулся вот на это слово «просто как голуби», которое, значит, Кузнецова и Мень решили поменять на иное слово, я тогда стал гораздо глубже все это дело изучать. Они там написали «бесхитростны как голуби». И это слово, и то слово совершенно не вяжется с тем подстрочным переводом, который есть с греческого у Винокурова. Там слово использовано иное, там написано «чистый как голуби». Само греческое слово напрямую переводится как «беспримесный». Слово «беспримесный» его можно применить в чистом виде у нас примерно к металлу, допустим, «беспримесный» или «чистый» может быть золото, серебро. И в этом случае, когда существует четыре различных слова, и кто-то выбирает все-таки самое адекватное, самое точное для передачи смысла на русский язык, он должен все-таки обратиться прежде всего к богословскому смыслу. А богословский смысл такой, что надо обращаться к святым отцам прежде всего и смотреть, а как они толкуют. А толкуют они не очень-то хорошо, потому что они взяли и вырвали это слово вообще из контекста. И вот когда я, так сказать, свое исследование довел до конца и пришел к выводу, что на самом деле здесь какой-то злой умысел. Вот. И злой этот умысел заключается в следующем. Ведь если не вырывать из контекста, получается следующая штука. О чем говорит Христос? «Я посылаю вас в смертельную опасность, в смертельную, в овцы среди волков». Конечно, кого-то из вас схватят и будут судить. Но когда вас будут судить, вы должны предстать как голуби. Но не те голуби, которые, как летающие крысы у нас по помойкам пасутся, а те голуби, которые у евреев были предназначены в жертву. Это чистая белая голубица, которую постоянно, так сказать, прежде чем принести в жертву, нужно было внимательно смотреть на предмет ее отсутствия пороков. То есть беспримесны, это слово греческое, беспримесны как голуби, это именно будьте непорочны как голуби, чтобы когда вас будут судить, желая вас опорочить, а через вас опорочить и меня, чтобы они не нашли в вас ничего компрометирующего, чтобы вы на суде представили, так же, как и я предстал перед судом Пилата и перед другим судом. Вот в чем дело-то. Смысл таков, но ни одно, ни один из переводов, ни подстрочный, подстрочный более всего, подстрочный на Куру, там написано слово чистый, оно очень хорошо подходит, будьте чисты как голуби, но опять же, не просто голуби, а имеется в виду жертвенные голуби, ни у кого из святых отцов я этого смысла не нашел, а я считаю это подлинным богословским смыслом, вы должны быть как жертвенные голуби непорочные, потому что вас обязательно будут исследовать для того, чтобы вот это движение благовестия, чтобы его погасить, вас надо опорочить, потому что убивать вас по одному, мы видим, что уже бесполезно. Вот такой смысл, к сожалению, у святых отцов этой мысли я вообще не обнаружил. У меня такое подозрение, что святых отцов кто-то очень добросовестно в свое время переписал, вот в данном контексте, и таких мест немало. Вот в частном, в частности, вот этот период РБО, там таких мест я нашел, сказал, порядка десяти, порядка десяти. Мне очень в этой работе помогли труды отца Иенуаря Ивлева. Вы наверняка слышали об этом богослове. Не знаю, не считал, ничего не считал. А с Александром Менем встречался, и у меня записи сохранились, и я их в 20-м томе поместил в Ворде уже. Но у нас много было... Что, что я вам сказал сейчас про голубей, это разумная вообще, кажется, альтернатива или неразумная, или в моих словах здравого смысла не усматривается. Вы змеи сами когда-то встречали, что вам приходилось бы поражать их в голову? А я сейчас говорил о голубях. Я о голубях дальше скажу, потому что впереди змеи стоят. Ну, про змей я читал различные толкования, в основном там они прячут голову, там и так далее, это понятно. Дело в том, что у меня, умения в переводе РБО, у него есть предложение заменить это слово, там написано будьте, если я не ошибаюсь, осторожны, как змеи. И это достаточно точно отражает смысл. Так, теперь о голубях. О голубях. Да. Вы голубей держали когда-нибудь? Нет. А у меня две голубятни. Я держу их уже больше 60 лет. А иногда три голубятни. И человек, если близко, не знаком, вот я по сегодняшний день нахожу новое. нынче, вот прям нынче, еще новое опять нашел. И говорить о чистоте голубей, это человек, который, говорится так, понаслышке, более грязной птицы нету, чем голуби. Притом не те, которые по помойкам летают в деревне. Те, которые конкретно у меня даже не просто голубятни, а в избе, содержу маленькие голубятни, даже в избе, они летают, вырастают на руках у меня. Более грязной птицы нет. И более глупой нету. Он говорит, глуп и прям как голубь. Господь сравнивает. Из животных самая глупая овца. Ни на одной арене мира овечка не работает у дурова. Можно приучить даже черную пантеру на один-два урока, пока она тебя не сожрала. А овечка, голубь не поддаются дрессировке. А почему Господь сказал, притом вот это неправильный перевод или святые отцы, я не допускаю такого никогда. И ни один из моих близких, которые были, они на это не пойдут. Дело в том, что я знаком, не знаю, может, случайно какой-то перевод не коснулся. Я букву в букву сравнил английский перевод, зная это в немецком языке. Конкретно смотрелся разных святых отцов пришел к выводу. Русский синодальный перевод 1876 года наилучший за всю мировую историю. Наилучший. Александр Мень еврей. Мень означает налим, рыба. Я его спрашиваю, он отвечает на этот вопрос. Но если бы вы желаете, я скажу на нашем сайте внизу в аудио. А 20-й том открытым оком в орде наша беседа с ним. Одна беседа сохранилась, но большая беседа. И поэтому он тут неправильно переведен, вот тут неправильно. Я знаю, куда это ведет. Я не допускаю конкретно ни в одном случае неправильного перевода в синодальном переводе. Ни одного. А почему? Я вас спрашиваю, скажите, а вы могли бы переводить как Хвольсон, Данил Абрамович? Вот так сидели мы рядом, вот как я с вами. Он вот так вот от меня отшатнулся. Да вы что? Он с оригиналом работает с еврейским. Сам еврей. Эрудит. Он говорит, нет, таких переводчиков их нету. Теперь, Павский, Герасим Петрович, он не просто переводчик. Он знает еврейский язык, лучшие учителя еврейских, и составляет книги для еврейских школ. Воспитатель царских детей. И он для народа не какого-то, а студенты академии духовной, где он преподавал, попросили перевести в Ветхий Завет для лучшего разумения академистам. Вот история. И когда он перевел, они налитографировали 500 экземпляров. Примерно, 500 экземпляров. И донесли. Главную роль этот филарет, амфитеартов, играл. Они пустили молвух. Если русский народ будет читать Библию, в стране произойдет революция. Я никогда не ожидал такой поворот. Постепенно я пришел к этому. Да, это действительно так. И вот теперь, когда начинается перевод, как все задрожало. Книги, которые переведены, они почти у русских не остались. Они уж и к сектантам. Когда уже 1876 год. Но на папского, главного переводчика, вот Евангелие от Матфея, Псалтырь, это его переводы. Настолько безукоризненные, что даже евреи, греки обращаться могут сюда искать и говорят, ни одной помарки нету. И вот этого папского, не посмотрели, что он воспитатель царских детей, попадает под арест. Его царь едва-едва спас. А тех волков, о которых апостол Павел сказал в 20 главе Деяния апостолов. И все-таки несколько экземпляров, два или три сумели спрятать. Остальные изъятые, что жены были. Вот как в Греции, когда перевели на греческий язык, а им с поспеша стал патриарх. Ревнители убили патриарха. Поэтому на родном языке это все. Говорят, вот вы сегодня так понимаете, а вчера как понимали. Мне с первого дня, вот я обратился 27 сентября 1962 года, и как будто бы мне вот так вот, это все Бог отнял, вычистил и положил свое. И за 57 лет у меня нет нигде изменений, а только углубления. Я увидел главную ошибку, из-за чего люди не понимают. Славянский язык, церковно-славянский. Дальше Бог углубляет. А почему? То, что богослужение ставят выше Слова Божия. Я выявил, что одна десятая часть должна быть посвящена богослужению, девять десятых проповеди. А там никогда они, церковники не простят. Дальше. А кто это сделал? Монахи. Вот это углубление в эту тему славянского языка. Им выгодно, чтобы люди не знали. Тогда они, батюшка, благослови, батюшка сказал, батюшка благословил. Вот это отсюда надо. И теперь все стало на место. Вышла книга, паломник выпустил Сидорова, очень, ну, профессора Сидорова, Алексея Ивановича. Смысл тот. И об этом Григорий Петров писал. И мы не царство Божие строим, а царство попов и монахов. Если строится храм Софии, то уже пристроек столько, что самого храма не видно. Вот теперь в этом раздвинуть, и чтобы пристройка или сожжена была, или помогала прославлению этого храма. Я был в Константинополе, в этом, в Стамбуле, видел это все. Надо решиться на это. Это тропа войны. И ты сразу одновременно вызовешь бурный поток клеветы в свой адрес. Оскар Уайль сказал, я столько клевет просчитал про вас, что у меня сегодня сомнений нет, вы очень хороший человек. Я слышал это выражение. Вы меня простите, я вот про голубей вам сказал, да, свое мнение, это мое мнение, оно не на пустом месте. Я ведь, дело в том, что вот эти слова, это прямая заповедь Христа. Вы будьте, вы будьте мудры, или будьте осторожны, как змеи, потому что вам надо будет исполнить миссию, пройти среди опасностей. Вы не должны особенно светиться, вам надо самое главное донести благую весть. А второе, вы должны, если вас поймают, предстать, предстать в нравственном отношении, непорочными. Вот это мое понимание вот этой заповеди. Но когда мне говорят, что я должен быть прост, как голубь, или глуповат, как голубь, да, или доверчив, как голубь, я говорю, пошли вы нафиг, Христос этому не учил. Вот о чем идет речь-то. Это мое понимание вот этой заповеди Христа. И поэтому слово простые, слово простые для меня считается ошибочным. Мало того, я считаю, что вообще есть тенденция в нашем русском переводе, синодальном, общей тенденции и современных проповедей, и других проповедей более ранних времен, чтобы нам, нам поменьше говорить о том, что мы должны быть святы. Нам и втирают это, и говорят, что это святоотеческое вообще выражение, принадлежащее, значит, Перу, Ефрема, Сирина, что церковь это собрание кающихся грешников. Для кого тогда слова на литургии святая святым? И для кого тогда исповедь, если она не очищает человека? Если я отхожу от исповеди, да, в полной уверенности, что я отхожу не неочищенным? Вот. Вот это серьезная проблема. Я думаю, отсюда и берутся вот такие лукавые переводы, чтобы как можно дальше людей увести от ощущения их святости, их чистоты, которые они должны хранить. А нам внушают постоянно на проповедях и в писаниях различных, что вы вообще все рабы неключимые, и что куда вы лезете, вы посмотрите, насколько вы обгажены со всех сторон, обвешены грехами. Вот проблема. Я считаю, что это серьезная проблема. Относительно голубей. Просто. Сколько птиц, я даже занимался этим, существует пород. Сколько голубей. Чем голуби отличаются от других? Повторяю, ни на одно слово синодального перевода не постигаю. Если одно слово тронул, ты дал свободу другому найти в другом. Все разваливается. Даже с этой позиции никак. Вот в этом вопросе вы всегда помните, синодальный перевод вы если трогаете, трогаете самую твердыню. Во мне это нисколько не оставит среда. Просто как голуби. А простота заключается в чем? Чего нет ни у одной птицы. Вот допустим, поселились какие-то птицы у нас, ворона. Я ее разорил, больше она ни сюда никогда не придет. Если там сорок, а я птицами, орнитологией занимаюсь чуть из пяти лет. Первая книга, которую я купил. Сдавая шкурки сусликов о Виталии Бианке. Птицы. Я по тени, по отпечатку ног мог определить, какая птица, даже ни разу ее не знаю. Но это нельзя выразить никак. Однажды я ночью вышел и слышу гул. Я говорю, а откуда же делась птица? И наконец я зашел с другой стороны как на луну смотреть. И я увидел воробин и сыщик. Он ночью проникает в скворечницу маленький и сворачивает голову. И я его к утру уже поймал. Всем показал, а на утро окольцевал по-своему. И к проезжающему поезду успеть и отдал его проводнице и отправил туда, где его должно быть жилье. В каких степях? У нас его не было никогда. То есть, ну это, это нельзя было придумать, показать как. Маленькая сова, а она с кулачок. Сова, полная, настоящая сова. И уши у него, и лапы, и когти, и все такое. Я возвращаюсь к голубям. Голубь во всех отношениях, если понимать слово прост, и только голубь, простоту, это то одно качество, он возвращается к своему жилищу. У меня есть фотографии, во время Первой мировой войны, немецкие голубятники, большие двухэтажные телеги, ну, она не телега у них называется, а средство передвижения голубеводов, и они с ними там, и вот где что случится, сведения поступают, они их выпускают по одному, привязанных к ножке, сообщение, и оно летит прямо на Берлин. Ни один голубь, ни одной птицы в мире нет, из тысячи разных наименований пород нету никого. А рекорд поставила одна голубка, проданная в Японию, вернулась в Москву. Одна. Где она корм находила, никто не знает. И вот сейчас соревнования идут у нас, они поехали, допустим, в Щелябинск, Екатеринбург, дальше, и оттуда приезжают специальные фургоны и газели, дверка открывается не сзади, а сбоку. И когда откроют, там этажи голубей, они кормят, поят их, и привозят сюда, и у нас большой красивый мост, а на возвышение, там, где храм, там написано бар наул, чтобы когда будут снимать, всем доказать, что голубей не дорогой выпустили, здесь. И голубеводы собираются из разных районов, регионов, местных, и выпускают голубей. И вот открывают дверку, и одновременно у них там открывают дверки все. И вот они как будто их катапульпа какая выбросила, и вот они над городом делают разворот, и каждый летит. А другие привезли голубей с другой стороны, с севера, с юга, с Турции, Барнаул. И вот открывает дверку, он не знает, везли его в потемках, голубь еще не видел, спал, и он сразу берет прямой курс к своему гнезду. А на ноге у него кольцо, которое там у него специально есть, как лазерный луч, оно должно издать звук и зафиксировать время. То есть, чьи голуби быстрее пролетают 3000 километров. Понимаете, нигде соревнования, нигде невозможное. Я с ними занимаюсь, с голубеводами, поэтому тема для меня любимая, говорить о ней. Почему? Толкование святых отцов как раз об этом и говорит. Даже останется если пепелище, они селятся у храмов, у храмов всегда голуби. Вот. А они возвращаются на это пепелище. У него заложено это. И заложил, конечно, Бог. Почему выпускает, когда из ковчега не о чистоте речь идет, а о возвращении на свое место. Выпускает ной. И он, а ворон не вернулся, почему? Да падал, любую корову, он там плавает на воде, он сел, долбит мясо и голубя нельзя остановить. Повторяю, специальные люди, специальный транспорт во время войны, когда мобильного телефона не было. Я занимаюсь голубями, и мне это понятно, просто. То есть, человек, которого, говорит, плюет в глаза, он говорит, божья роса. И вот иногда начинает что-то замудрение куда-то, ты попроси его, Бог откроет тебя обязательно. Простота не злобие, не злопамятство. Любой, вот я его, допустим, здесь собака, она на пути встречается, ей дорогу уступают. А я в голубом розыске с собаками занимался, у меня много специальностей. И я вижу, уступать ему нельзя, у него уже поврежденная нога. Я только наклонился вот так, он сразу, он понимает, если я наклоняюсь, я что-то беру, а раз беру, значит, он битый. Но мои собаки, они этого не понимали, их нельзя бить. Я наказываю ее, но он должен видеть, что я ни рукой, ни чем таким, не я его бил. И вот только наклоняюсь, дорогу не уступает, меня только увидит, я еще далеко иду с занятий в университете. Собака-то лает, бежит на другой стороне улицы. Она помнит это. Голубь этого не знает. Я взял из-под нее птенцов, какие они есть, птенцы голубиные, горлинки, несу в жертву, он тоже несет новые. Они очень плодливые, два. Еще кормят, и в новой гнезде, или здесь же под ними кладет яйца. Я про голубей много могу сказать. И перевод, что они простые, то есть не злопамятные, это главное. И об этом говорит Ян Златоуз. Считать, что он грек и не знал греческий текст, или там подстрочные переводы нужны были. Нет. Ни один из святых отцов не пытается это опровергать. Я сверял на разных языках и увидел, что толкование только одно. Но я очень много занимался. Это нельзя сказать. Сколько. Поэтому о голубях, это моя тема. Она мне известна. Я только сейчас от голубяти. Вчера приехал от голубей. Сколько залетел какой-то ко мне голубь, я их знаю всех. По имени, отчеству могу назвать. Они быстро, из них выводится новая порода. Это очень дорогое удовольствие. Вот голубка, говорит, у нас продали, там, говорит, за 3 миллиона. 3 миллиона. За одну птичку. Это мне из Германии написали, узнали, что я голубевод. И они сразу же, ну, им что-то полюбилось в моем деле. А мы вам пришлем наших голубей там где-то. Не надо. Я не голубевод. Я просто любитель. И наблюдаю. Наблюдаю, записываю. Вот. Бывает у них вертлящика, голова вот так выворачивается, он клюет, а он ничего не видит. Это неизлечимые болезни. Что? Ну, кошкам корм. Зарезал, скормил и дальше. Никакие уколы. все это пустое. И вот если голубь заболевает, вот сегодня, как мечется вокруг? Красные составы, где-то что-то. Не надо. Он сам должен выжить. Вот я живу там, где 40 с лишним градусов мороза было. И как его сохранить? Никак. Я беру такой же вид голубей, из дикой природы, такого же цвета, и они у меня скрещатся. И они теперь эту шубу на себя надевают. И они живут. Тут надо уже знать. А когда болезнь где-то возникает, ничего нельзя сделать. Я подумал, здоровый человек, если я насморком один болею, то я могу заразить все общество. Но если все здоровые меня одного не вылечат, так как это у птиц действует? Я решил их диких голубей, которые летают везде, из них ловлю, голубятину запускаю, и узнал теперь процент соотношения, допустим, 1 к 5. Если этих у меня голубей 5, то дикий должен быть один. А один он не должен, должна быть пара. И они, интересно, болезни исчезли. Они как бы изгнали их? Или они более сильно их тревожат? Я это все отношу к этой теме. Вот как Господь делает? Вот когда люди приходят, неповрежденные умом, к одному приходили, музыкант, и он говорил, ты умеешь играть? Он говорит, да, я на флейте играю. А пришел учитель на каком инструменте? Да на флейте. Ну, мне надо, чтобы как было. Он говорит, если человек не умеет играть, он платит 50 лево, там, по этим, румынски, а если умеет играть, мне 100, почему? Мне половину времени надо разучить тебя, а потом только заложить. Вот в интернете, если вы зарядите, полонез Агинского и казах, два слова, казах и домбра, палка и две струны, палка и две струны, даже не 6, не 7, как в гитаре, там электронной, и он полонез Агинского играет. Самый привередуый хащит урана, рам не найдет у него ошибки. Что он может на двух струнах? Вот зарядите его, увидите. Вот этого совершенства Господь ищет. Иисуса, книга, Иисуса Новина 1,8, чтобы книга сияла, да не отходит от уст твоих, не искать там противоречия, но получаешься ни день, ни ночь, дабы в точности исполнить написанное. И вот это качество голубя возвращаться ко Христу, куда бы тебя не увели, как бы тебя не обольщали, как бы глубоко не пал, как Мартиниан, будучи папой римским, отступил и приносил жертву богине их, а потом опомнился и вернулся. Это как раз голубь. Будьте просты, я приму назад. Вот то, что я знаю и говорю, учитывая житья святых. Ну, я вас понял. Я же многое смотрел, прежде чем замахиваться на какое-то свое понимание, да, я же много смотрел всевозможных святоотеческих толкований, вот, но вот, к сожалению, получилось так, что у меня очень серьезные сомнения зародились. Ведь если бы моя мысль, она была бы, ну, глупая какая-то, неуместная, ну, все-таки, согласитесь, в ней есть какой-то смысл богословский. Если взять просто голубя, как голубя, да, с его какими-то животными качествами, или взять исключительно голубя жертвенного, а Христос, на мой взгляд, именно жертвенного голубя имел, то жертвенный голубь мог иметь только одно качество, свою непорочность, потому что их очень внимательно осматривали перед принесением жертвы. Ну, я пока что вот остаюсь при своем мнении, да, и не вижу смысла дискутировать на эту тему, есть вопросы более серьезные для нас с вами. А, смотрите, я это понял, так, голубей не знаете. Более жестокой птицы нету. Самая жестокая. Голубенок остается один, если где-то, и он выпал где-то, они его заклюют. Это не укуриц. Голуби клевали, клевали, падали со своей голубей. Нет, нет, я не об этом говорю. Это кормят, они не падали. У меня, когда они нигде не бывают, кроме двора моего, они нигде не бывают. Более чистых голубей нету. Нигде они не бывают. Еще раз повторяю. Пшеница своя. Своя, которую выращивают. А в чем тогда дело? А вот теперь посмотрим. Как вообще это в природе? Что едят? То есть, где придется? А если они у меня, я отмечаю, ты разрежешь у него зоб, желудок, и ты увидишь, ничего там нету. Отдельно я даю ему семечки. Они у меня с руки едят. Я вот так поставлю руки, они летят, это мои голуби. И поэтому говорить о чистоте, это вообще никак. А рассуждение о чистоте правильное, но голубям не относятся никак. Никак. К овце может относиться, к свинье не относится. Голубь. У него, вы знаете, у нас в храме, где молимся мы, в деревне, ласточки свили на иконах гнезда. А это 83-12 псалом. Где ласточки, у алтарей твоих, Господи, у алтарей твоих-то. И они во время службы пение щебещут. И это как чудо выставлено в интернете, что ласточки поют Христос воскрес. Приехал архиерей там с семинаристами, с хористами, и ласточки буквально забивают их. Ну, Святой Спиридон там принимал какие-то меры. Вот. И она залетает при всех, видно, вот отправил, а под гнездом картонка. Бывает, они вон свесятся, а гнездо-то там на ладошках, а их пятеро, они растут. Говорят, они их привязывают волосинками. Нет, этого не привязывают. Это обман. Люди не знают их. Я наблюдаю их каждый день. Ни одного привязанного не встретил. Они у меня в предбаннике. В бане свили. Топить даже баню нельзя. В келье, где живут ребятишки, я начальник детского лагеря, 45 лет там. В келью залетели. Мы келью освободили, чтобы только не беспокоить их. И вот, когда начинаешь ближе смотреть, как же это так получилось, что голубь вообще из гнезда не выносит. Они по мед выносят птицы. Скворец выносит, видно, в клюве и бросает ее. А это так, он сам в грязи, он лежит в дерьме своем, голубенок. Чистых голубят нету. Вообще нету. Это самая грязная птица. Грязная в смысле чистоплотности. И какое-то особое Господь имел жертвенное. Они все жертвенные. Это уже накрутка идет. Жертвенная любая овца, лишь бы не было порока. У ней порока нет. Ноги я ему отмою. Вот, понимаете, вы далеко будете заходить для того, чтобы подтвердить свое разумение. Ваше растолкование абсолютно правильное. Но это относится святость, я сейчас скажу, ну, к любому животному, которое Господь назвал святым. Третья ездра, говорит, из всех птиц избрал одну голубицу. Из всех животных одну псу. Из всех город одну сион. Двесть народов 2896 наций избрал только Израиля. Ну, там, что именно один, один, один. И вот голуби, если он маленько ослабел, и сидят они на наличнике. Ослабел. Где-то не доел. Ему хана. Хана. Вот один долб, он уже лететь не может. Второй рядом долб в голову, и, наконец, он в крылья и падает. Он им не мешает ничего. Они все время дерутся. За пищу, за место дерутся всегда. У меня стихотворение одно, голубям посвященное. Ну, его на музыку положили и поется. Голубь, голубка, я с детства люблю я. Польза от вас никакой. Вы беззащитны. Не клюните клювом, а об этом особой строкой. Вот нынче мы ловили рыбу, сетью-то, и утка. Утка нырковая. Нормальная, чистая. Вот. Она попала. Вынурнен-то вынурнен, она дальше-то никак. Ее освобождает, он его раз за щеку. Утка дикая. Голубь никогда не клюнет человека. Это простота. Вот как раз это все. Я много качеств, простоты могу показать. Никогда не клюнет. Вот я его взял только. Они сейчас дерутся друг к другу. Я обоих беру, они дерутся. Я уже взял в руках, они еще не поняли, что я их держу-то. А теперь, теперь я беру и дергаю за клуб его, наказываю, разговариваю с ним. Он смотрит, как будто первый раз меня видит. А они всегда дерутся. За место. Вот. Много места насыпано специально, как корыца. Бери. Он рядом другого долбанет хоть раз. Ни одна птица этого не делает. Ни гуси, ни куры, ни дики, никого не назови. Никого. Почему? Глупые. Они сами себя уничтожают. Это качество Господь показал у людей. Нет, Россию не надо уничтожать. Мы друг друга уничтожаем-то. Голуби просто во всех отношениях. В первую очередь, жизнь никуда нет. Вот гнездо маленькое у него, он несет туда там и веточку, и перо какое-то большое-то. Ну, хоть один раз бы выбрал. За всю жизнь ни разу с комнаты не убирается. Он тут же оправляется, голубенок оправился, и поэтому приходится рукой выгребать. Ни одна птица так не живет. Вот, допустим, я приурочал хищных птиц, ну, которые, чтобы других ловили. И вот он, у них два коршуненка. И он пятится, пятится, наконец, за гнездо, и когда с метра два с половиной это его фонтанирует, идет. У голубенка ничего нету. Он просто сидит в мокроте в этой грязной-грязной. Притом, не которые в жертву. В жертву разница сидит, они все одинаковые. Кто его там будет выбирать, жертва, не жертва? Так что, по этому вопросу вы сказали все правильно, качество правильно, но это не голубиное только. Это и другие. Вы выдвинули вот это, но оно не отделяет от других. Вот это качество, которое ни одной птицы нету. Бесполезное, жестокое. Но если она сидит в гнезде, парит. Вчера она еще не в гнезде сидела, а она не клюнет. Но если она, теперь она до смерти защищать готова. Она клюет руку у меня, она знает, я ее кормлю, она уже не понимает. Она защищает. Она очень плодливая. Мы даже идти на проповедь, чтобы как голуби приносили плоды. Но тут именно простота возвращения на пожарище, где все сгорело. Простота. Одно качество. И оно правильный перевод. А остальные, которые вы сказали, вы абсолютно стопроцентно правы. Но Господь говорил не об этом. Допустим. Игнать Тихонович, а вот еще один вопрос. Я, к сожалению, совершенно у меня потерялась вот та статья, которую я читал. Там была ссылка на епископа Кассиана Безобразова. Да. Я надеюсь, вам известно. Я его насчитывал тоже. Я насчитывал на пленку. Весь Новый Завет. Да. Так вот, что касается этой цитаты. Она очень оказалась для меня своевременной и важной. У меня мысли вокруг вот этого крутились, крутились и раньше. И тут вдруг я нахожу вот эту цитату, и я так обрадовался, и давай читать дальше. А потом спустя уже некоторое время цитата вот эта запомнилась его, да, приведенной другим автором, не им. А когда я стал перелистывать свои книги, я этой цитаты опять не нашел. Но она чрезвычайно важное значение для меня имеет. Он сказал, что Царствие Божие, Кассиан Безобразов, Царствие Божие это Церковь Христова, но только та Церковь в тех ее границах, в которых господствует любовь. Вот это очень важное для меня выражение. Я его часто вот на своих занятиях цитирую, приводя, значит, как некий компромисс вот такому положению, да, где господствует любовь, ту нашу современную церковь, в которой пытаются господствовать священство, клирики. Вот. И, к сожалению, вот я больше нигде и никогда вот этой мысли самой ни у кого не встречал, что Царствие Божие это его достояние или его владение, а Церковь это его достояние, мы являемся его достоянием и владением, да, вот, что если мы вот такое царство, и если у нас действительно среди нас господствует не какой-то начальник, деспот, да, самодур, а господствует любовь, если любовь нас связывает, это и есть, то самое Царствие Божие, которое Христос объявил как Царствие пришедшее на землю в силе, вот, к сожалению, этой мысли я не нахожу больше как подтверждение ни у кого, хотя я считаю, что эта мысль абсолютно верна, вот, говоря о Царстве Божьем, не сказать об этом просто, я считаю, ну, невозможно, как вы думаете? Мысль хорошая и правильная, но, Господь, вы подтвердить Писанием это не сможете, а Писание говорит, царствие, я сейчас говорю, царствие Божие внутрь вас, и вот из таковых членов, а где внутрь вас есть, не ждите, оно не придет приметным образом, оно внутрь вас, внутри, не то, что в церкви, а в церкви там и торговля, и тогда церкви и нету выходит, а церковь внутри, вот это церковь, а Бог определяет, годны они или нет. Царство Божие что? Праведность, мир и радость во Святом Духе. Второе место Писания. Значит, праведность должна быть, мир, трех сортов, мир с Богом, мир с ближним, мир с самим собою. И второе, и радость во Святом Духе. Радуйтесь, пишет апостол, прикованный к сырой стене в каземате. Радуйтесь, еще раз радуйтесь. В одном послании к переписам, только 11 раз он повторяет это. Если люди знают нас, они всегда будут удивляться, в первую очередь, радости. Вот мы слабые люди, мы действительно слабые, немощные, неключимые, вот. Но у нас деревни были разрушены по прямому указанию властей. 21 тысяча сел. Это у нас тут выступила Нина Данилова, депутат законодательного собрания от КПРФ. И говорит, это не просто исчезло на карте и наименование, это потеря земли, тут будут жить другие. Китай там уже сколько заселил, сколько миллионов, а в России-то сколько, и там юг напирает. Почему? У них рождение 8,1 на семью, на женщину, а у нас 1,8. Понимаете? Вот, теперь, когда начнется, а причина какая? Нет страха Божия. Начало мудрости, страх Божий. Величина, все определяется страхом Божьим. И вот, когда считаешь, а вот такое, они Новый сказал там, ну ладно, сказал Касьян, и что? Однако, перевод остается в силе. Повторяю, лучшей синодального перевода точнее не было. Не было. Они переводили, даже сравнили с арабским, с армянским, с латинским, и смотрели, как это слово переводили, говоря проповеди святые отцы. Переводил не один Мартин Лютер, как он их переводил, а четыре духовные академии. Лучшие переводчики и из трех присутствных дней в синоде в священном один день в месяц посвящался просмотру частей перевода, которые поступали от переводчиков. Более тщательно даже придумать нельзя было. И после этого отдавалось на утверждение. Как к этому шли медленно. И поэтому одно слово даже изменить, я много имею общения с людьми у нас свой, тут много групп, общат, и одно слово только позволи. Ты согласился с этим? Ты не имеешь права запретить другому. И остаются одни корочки. Нигде незыблемо. Синодальный перевод, его издавали до революции, его издавали там Пимен, другие патриархи, Алексей, теперь Кирилл. Синодальный перевод, его издавали за рубежом. Синодальный перевод почти все эритики сектанты и Синодальный перевод Брюссельское издание. С чего мы будем? И никаких ссылок не делается на это. Нигде. И Господь не допустил бы такого изменения. Почему? Он бодрствует на слово моим, он сказал. Дороже неба и земли оценено. Вот, допустим, переводят Вульгату, Иероним этот, Джером, Иероним Средонский. 30 лет в Ифреемской пещере. Я переводом занимался сам. Это же смешно. Мои знания крайне ограничены. Мне никогда не заносило на это. Я разговариваю с ними, беседую. В немецком собрании проповедовал на немецком языке. Мизерные знания мои меня никогда не заносило за это. Почему? Я знал глубину знания языка. Не достичь никогда. Я должен жить среди этого народа. Почти забыть свой язык. Вот как. Я был в Англии, в Америке, сколько ездил, беседовал по телефону там, где за две недели почти вернул знания. Самостоятельно изучал. Но это знания мизерные. Те, которые нам переводили, они не имеют равных. Архимандит Макарий Глухарев, алтайец. У нас здесь был 475 язычников, ну, аюроты, алтайцы, крещенные им. Чтобы они его приняли, он в юртах убирал, подметал. были люди, которые получали специальное образование, медика, чтобы помогать людям, зараженным проказой. Сами заражались и умирали с ними. И они занимались переводами для тех языков, для тех народов, хотя бы от счастья. Там любовь. Все во всем любовь. И вот вы сказали, что вот это вот сколько заповедей, тут другое заповедей. Остались какие заповеди? Господь говорит, две. Ответ один, две. Не 20, не 8, а это раскрытие, расширенное. Он сказал в повелительной форме, зачем это придумывать? Слова мои не прейдут, дороже неба и земли. Он не сказал, одни прейдут, а другие не прейдут. Это искусственно. Вот как у баптистов, я много среди них проповедовал, сколько пришли у нас сектантами, сектанты стали православными батюшками даже. И вот они любят загадки загадывать. Когда Христос стоял на одной ноге? Ну что это? А когда садился на осла? Кто дважды был, ну, начиная это, дважды родился, но ни разу не крестился? А как здесь? Два раза родился, а ни разу не крестился? Кто это? Никогда не додумаешься. Петух. В яйце и так. Ну что это за загадки-то? Мозги скручило. А ты определенно открой место Писания, остановись на нем, помолись, что скажет Господь. И когда я услышал, как Иоанн Златоус толкует, вон, матерь, все сын твой. Тут толковать-то нечего. А он говорит, сын, это второй я. Я ухожу, он вместо меня. И далее делает разворот. Вот, допустим, я с человеком, когда говорю, они спрашивают, какой конфессии, динаминации. Это два слова, которыми сатана прикрыл слово ересь. Есть церковь, есть ересь. И все, что в этом толковании, ересь. Мы должны это отбросить. И вот, когда начинают, а вы как понимаете, я сектантом в разговоре узнаю его, наводящими вопросами, вот, откуда приехал. Бывает так где-то. А как понимаете, тысячелетнее царство, отношение к иконам, это решающий фактор. Отношение к иконам. Никогда не подумаешь. Были ли иконы? Были. Апостолы ходили там, где иконы. А где это написано? Дом мой, дома молитвы нарисуется. А какой это дом? Ну, Соломон. Да Соломон, 2 Паралипоменон, 25 глава. Он уничтожен был. Уничтожен. Науходоносором. А Христос пришел куда? Второй. Какой? Зарвавелев. А где? Из Икирия, 41 глава, 17 стих. Изображение снаружи и снутри, от пола до потолка. Это иконы были. Иконы того, что видели люди на небе. А почему людей не было? Они на небе не были. Там имена записанности 12, потому что имена, говорит, вписываются в книгу жизни. Все. Сехтанское лопнуло. Он начинает смотреть. А тысячелетнее царство, когда будет? Оно идет с Голгофы. Хелиазм заканчивается в беседе с нами. Сто процентный выигрыш. Я провел сотни бесед на эти темы, не где-то, а в огромных собраниях у баптистов. И когда начался отток в православии, обо мне они издали с особой энциклику. Не давать нигде проповедь, а уже процесс начался. Вот он не принял. Беседовали. И уехал в Америку. Я могу назвать имя, фамилия. Он просто прошел мимо. Беседовал у Павла. Баррикада 34, город Фрунзи, Бишкек. И одна опоздавшая заходит и говорит, ой, вы рукой креститесь, а Бог не требует служения рук человеческих. Что они говорят? А дети сидят такие молодцы, баптисты все. Мам, это мы уже проходили сегодня. Мы ошибаемся на 100%. Как так? Она только опоздала на 40 минут, и она уже с ними неполное общение имеет. Они легко ей это доказывают. Тут на 100%. Почему 50, Слово Божие? Христос говорит, оставьте, расти вместе до жатвы. Жатва-кончина века. Все кончилось толкованием. А они за тысячу лет раньше на небо возносят. Но прежде за не за тысячу вместе жатва-кончина века и пошлет, скажет, выберите прежде плевелы. Все перевернуто. Если по этой теме вы допускаете громаднейшую ошибку, я говорю, бакмелдеров считаете, кригеров, то в другом месте еще проще вам показать. Я их не убеждаю. Они любят Слово Божие. Прекрасно. Это со старобрядцами трудно беседовать. Библии нет, не признают, с нее с ума сходят. Поэтому я должен только их книги знать, старобрядческие. И на основании их книг доказать им, что без священства нет спасения. Без этих священных рук нет прощения смертным грехов, как Златоуст говорит. Вот надо на эту тропу пробить. И допускать, что неправильный перевод не надо. Во-первых, даже если бы было допущено, Господь давно бы исправил. Но нет, я договорю, дореволюционные, все до одного синодальные. И по сегодняшний день и зарубежная церковь, а там и святые канонизированные, и не в Оптиной пустыне никто не бунтовал. Знания не превзойденные поныне. Тут я могу просто быть внимательным. Если я допустил в одном месте, я лишаюсь права не допустить это в другом. И у нас ходили на занятия, вот у нас занятия идут три раза в чате три раза. И один раз в четвертое воскресенье после богослужения там трапеза бывает, все остаются. И после этого идут занятия, кто желает. А потом уже в пять часов вечер начинается. У нас занятия идут постоянно Словом Божиим. И что? Ничего. Мы медленно продвигаемся. Считаем толкование блаженного филакта. Я там сделал на них 297 комментариев. 297. Я иногда говорю слова такие вызывающие человека. Вызывающе. Почему никто не комментировал? 900 лет. Я отвечаю, потому что я не родился еще. Ой, как вы на себя думаете? А я не думаю. Если бы не знаете, скажите. Канон Андрея Критского 1100 лет. 1200 можно сказать. Почему вы его не рассматриваете? Что это канон написанный для оглашенных? Как так? Я рассказываю это не кому-то митрополитам, другим. Я докажу вам в течение одного часа. Это мы проходили. А почему? А везде помилуй меня, Боже помилуй меня. Другого у него нет. А молитва трех степеней. Просительное, благодарственное словословие. Еще два канона надо писать на эти же события 254. Но вывести все на благодарение. И опять же этот канон. И мы так его считаем. Когда мы сделали это, народ не хочет уходить. Кончилось богослужение, длинный канон. Они сидят трапезной, поют и поют. Оно захватывает. Почему? Мертвого. А почему написал? И не где-то я спрашиваю хорошего игумена. Кирилл Сахаров на Берсеневке около храма Христа Спасителя. рядом почти на этой стороне. Почему? Я говорю, а почему 50-й псалом самый популярный везде? 50-й. Потому что согрешение смертных два. Помилуй меня Боже. И одновременно Духа Святого не отними. То есть все еще Бог не отнял. А когда Дух Святой отходит? Это особые вопросы. Вопрос Духа рождения свыше водительства два вопроса. И ты на небе. И вот здесь когда начали говорить, я говорю, а вы знаете, Андрей Критский на соборе подписал анафему Шестому Вселенскому Собору. Как так? Считайте историю. Я почему должен вас учить? Анафему. Но когда до него дошло, теперь из него этот вылился помилуй меня Боже, как у Давида 50-й псалом. Помилуй избавь меня от крови Божи, Божье спасение моего. Вот как для Давида 50-й псалом, как связь с Урией, так и здесь прелюбодеяния с середиками. И он из себя вырвал это покаянный. Но дальше надо идти. Я в университетах когда говорил, ни одного нету противоречащего, ни одного. А сидят там священники, бывают епископы, ну я не беру там КГБ, там краевая администрация, народу много. Слово Божье всех пленяет. Иногда бывает так, она же мне баптистам дали говорить слово где-то, 450 примеров человек. Тресвитер встал и говорит, мы сегодня же готовы все принять православие. А одна проповедь, одна. А почему? Не я говорю, Бог будет говорить вам, открывайте места Писания. Так говорит Господь. Я скажу то, что Господь сказал. Вы помните пророка Михея? Его мало кто знает. И когда собрались два царя иудейские, израильские, идти на войну, он спрашивает, а как пророки и все, иди на войну. Раму в Галатске будет взят. Мы вернем этот Крым. Он говорит, а еще, еще один есть, но я не люблю его. Он не говорит обо мне хорошо. Не сказал, что правда не говорит. И посыльный побежал секретарь епархии. Я-то в епархии священствую, это говорил. Знаешь, Михей, все говорят, победа будет. Скажи так и ты. Ну вообще радость будет. День Победы праздновать будем. Я скажу то, что скажет Бог. У меня стихотворение на это. У меня 3467 стихотворение, 4 тома по 800 страниц. И одно посвящено Михею. Одно Михею конкретно. Что скажет Бог, то из реку и я. Заученная праза у Михея. К такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. Его заклинило на этих вот словах. И дальше он говорит об этом и 9 куплетов. И как епископы приходят, и как они отступники показывают. Панагии лежат чуть-чуть наклоном, не могут совершить один поклон. Какие чревы. Какая измена идет. Если жена заподозрена в измене, считаем мы 5 глава чисел, то священник пусть возьмет праха земного где-то в храме. Там тысячи людей прокаженные может быть были и напоят ее. Если у нее вспыхнет болезнь, лона вспыхнет, виновна. Да как она не вспыхнет после этого-то? Бог сказал, не надо переводить по-другому. И вот я это беру, что пыли не хватит наших епископатов и в епископате напоить за измену Слову Божию. За все цепляется. А Слово Божие, вот я стою на площади, патриарх Алексей Второй говорит, открыть о памятнике Кириллу Мефодию. Я не знаю сколько, ну 18 минут ни разу Слово Библии не прозвучало. Ни разу нигде мне было призвать и благовествовать. Мартин Лютер начаток протестантизма и говорит, в мире одна личность Христос и одна книга тире Библия. Вот это и есть. Его слова ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны. Это тоже его слова. А теперь я вот спрашивает о том, о другом. Я отвечаю даже из мирских конфузов и сказал так-то и нитку провожу к Слову Божию. А оно взято Господь один и тот же. Дух дышит где хочет. Вот приходят и а как вы считаете на занятиях большая аудитория там бывает даже актовый зал. А вот тут баптисты, писятники, адвентисты сидят. А вот они имеют Духа Святого или нет? Священники говорят никакой еретик Духа Святого не может иметь. Феофан Затворник говорит, Серфим Саровский. Подождите. Покажите по Слову Божию. Я спрашиваю. Тут есть протестанты там лес рук. Скажите, вы признаете Иисуса Господом? Да. А у вас есть хоть один, который не признает Иисуса Господом? Нет. Написано никто не может назвать признать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Все закрылось. Вот эта первая ступенька им открыта, дальше они не пошли, засохли, они не в церкви, вне церкви нет спасения. Кирио Илариона Троицкого книга так и называется, вне церкви нет спасения. И вот когда к Слову Божию все это приходит, тогда тебе на душе легко, аппетит тебе хороший, Господи. Я старался быть верным. Я заглядывал туда, Мария избрала благую счастье. У ног Христа сидела, она училась. Я просидел у ног Христа 57 лет. И поэтому я не могу быть уважаем вами, если мои слова о Слове Божьем не понравятся, он скажет, вот он придумывает где-то, а я об этом не думаю. Вот сидят профессора, и вы говорите, а я смотрю поверх голов, я разговариваю с Господом. Господи, не допусти, не где-то Академгородок, одни ученые сидят, профессора, академики. Я им отвечаю на Слово Божие, и только один встал. Я говорю, Библия отвечает на все вопросы, кроме одного. Любой вопрос задавайте. Я стою перед народом, большой актовый зал, а один мужчина поднял руку там, или как, сейчас не помню, а я в это не верю. А мне говорят, он говорит, Библию имеет, и правда. Я говорю, а если сейчас я вам отвечу на три вопроса, на которые вы считаете, в Библии нет ответа, вы можете встать, повернуться к народу и сказать им, что вы заблуждались, и вы не правы? Конечно. Начинайте. Я ему три вопроса сразу же, по Слову Божию. И что интересно, он согласился, встал и сказал, я прошу всех прощения, и вышел в собрание, ну, как сказать, с проповедью, с занятий, а мне говорят, он к баптистам ходит, к баптистам ходит. А тут он увидел так, вот с баптистами беседуем, хорошие, прекрасные люди, им не хватает священства. Я просто теоретизирую. Вот, вас бы избрали, мне говорят, патриархом, что бы вы сделали? Я это говорю не где-то, а тут митрополит, сидят священники. Первое, что, я патриарх, я прошу не сопротивляться, иначе я нахожу вас сейчас же. Я уже патриарх. запретить строить храмы, прекратить все, для чего? Высповедить средства и рассчитать все, где у кого взяли. И открыть тысячу училищ, каких-то церковных курсов. Вас бы, в первую очередь, позвать туда надо. Итак, а где бы вы взяли учителя? Я говорю, договорился, у вас тех, Б, Маловузовская, 3, город Москва. Я сказал, обращаясь к руководителю, скажите, вы можете дать преподавателям православным, научить их любить Библию, любить Христа, но ничего православного не задевать. Даже намеком не трогать. Ни мощей, ни монашества. Разговоров нет, у нас есть такие люди. Договорились. В любом зале начинаем работать. Тысячи. Завтра две тысячи открываю. Все. Вся Россия преобразится. Они глупо поступают. Вот мы пришли к храму Христа Спасителя, молимся там, в миссионерской поездке, поднимаем руки и молимся и за правительство, и за патриархом. А одна сторона закрыта, там не пройдешь. Мы вызвали часового, попросили открыть, а кто такие, откуда. Я говорю, ну мы с четырех сторон решили помолиться. Он нам открыл, замок убрал. И мы зашли туда, открыто было, там ограда просто так, и молились за всех. почему патриарх не прислушался. Я ему писал, говорил, вот это, пусть рай, там, когда начали они делать, там, церковь же ходатайствовала, там, и осудили, там, что вы делаете? Нельзя прикасаться, они скверные. А по-вашему, что? Сложить средства, купить большой, амбарный замок и закрыть храм Христа Спасителя на три месяца. Никто не заходил на скверненные этими пакостями, этими шалавами, этими блудесами. И все с патриархом, чтобы стояли на улице, дали всемирный клич, кто желает приезжать и молиться будем, непрерывная молитва. Три месяца под дождем, под снегом никуда не отходить. Вы подняли бы всех людей. Господи, прости их, они не знают Тебя. Не вминим этого безумия в судный день, а начали кремить казаки с строгайками, пороть там эти люди бессовестные. Этого нельзя делать. Нельзя. Господи, пробуди их совесть. И мы молились об этом, откроем глаза. Что вы делаете? Какой шаг не сделает? Умники. Все вопреки, как говорил Игнатий Брещанинов. Монашество кончилось. Остались одни, говорят, актеры, актеры ничего не сделают. 1275 монастырей, 57 тысяч храмов и никакого влияния. Солженицын Александр Александрович говорит, когда работал над книгой «Красное колесо», листал там эти архивы, которые были в России, газеты, они же получали там. Царя не убили, благодарственно, убили, тризна, все больше ничего. Никакого влияния в народе не было. Никакого. А почему? Слова Божия нет. Вот я каждый день гуляю с архиепископом, одним из самых строгих. Лос-Анджелеский Анатолий Синкевич. Каждое утро в Лос-Анджелесе мы с ним беседуем. Я их всех удивлю. Он однажды сказал, постой здесь. Пошел из книжки, все, снял и мне отдал. Тебе говорят, ты у него снега не выпросишь, он скупой такой, а он живет там где-то на квартире. Я говорю, все. Зазомбировали его. Понимаете, по слову Божию. Понимаете, влюбить в себя человека можно, но чтобы он Бога полюбил. А твое отношение ко мне будет в этом свете. Я сказал по слову Божию, а ты опровергнуть или переспроси, я тебе покажу, расскажу. И к этому не возвращайся. Не надо на своем этом я настаивать. Отвергнись в себя. Напиши, что означает твое я. Отвергнись, растопщи, как Захария говорил. Скупейку, давай, хвалу там, все, приемли равнодушно, не оспаривай глупца. Своё я растопщи. Дай место Господу. И тогда вопрос будет, мы полностью единые. Две заповеди, которые Господь... Что считаешь? Ему отвечает, похвалил правильно. А остальное это разветвление отдельной участки души, которой нужно тройнуть. Совесть. Я когда прочитал, Затова говорит, совесть первичнее Евангелие. Как так? А скажите, пожалуйста, до Моисея, который дал первый раз закон, первый раз письмена, как они двигались? Чем? Считали-то? Ничего не было, совесть то студила, то оправдывала. Господи, как правильно всё. Научись удивляться святым отцам, канонам, как они правильно составлены. Возьмите Ганский собор. Его сплошь нарушали. Если женщина оставляет мужа ради благочестия или одевается в одежду мужа, да будет под клятву и проклятие. Оставляет детей, уходит под клятву и ради благочестия. Куда это дело? А почему государство начало распадаться? По хоме 11 тысяч монахов, ни одного миссионера. Ему вдруг видение, хворост собирает, и видение, как Серафим Саровский, впал в прострацию. И братья признают, тихо, что-то он видит. И когда он увидел себя, что он на земле, ой, братья, что я видел. Какой глубокий, темный ров. Ни один луч света не проникает. И там монахи, то есть мы с вами, лбами друг друга бьют. Карабкаются единицы, по этому щелью выбрались. Почему дальше-то не пошли? Я беру и жития святых. Говорю о Пахоме Великом, а с именем Великий, с прозвищем, с приставкой, всего 17 было, за 19 столетий. Василий Великий, а Аники там, сисой. Почему? Иоанн Златоуст до этого дошел только в ссылки. И стал монастыри буквально распускать. Идите к кельтам, которые знают язык. Вот когда этот форпост поставили в фильм, ну, Лонгин, теперь он, Михаил Жаров, или Жаркий, там это был у них, священник, на границе Румынии, там, с Молдавией, там у него монастырь, много храмов, берет детей, там, зараженных спидом, и прочее. И когда они перестали поминать патриарха за то, что он встретился с, там, с Франциском, я выступил немножко, сказал только, вы патриархову вину покажите в данном случае, что он сделал, что изменил, когда вы все продали католикам. Почему вы бритые? Кому подражаете? Почему не крестите? Патриарх держит ребенка, и вот так у него ноги у ребенка торчат, одеты в одежду, и ладошкой крестит. 50-е апостольское правило, за борт. Вы боитесь сказать ему, а он человек. Такой же человек, может быть, более в трудном положении, чем мы. Вот я вам к тому привожу, что на первое место вывести Библию. По ней нас Бог будет судить. Евангелие Теана 12, 48. И поэтому Господь говорит, исследуйте Писание. 5, 39 Евангелия Теана. Ибо через них Писание и Я. Вы думаете иметь жизнь вечно. У нас даже не думать его не было. А оно, Писание, Писание и Яни свидетельствуют о мне. А какие Писания в то время, кроме Ветхого Завета, и не было? А в Новом Завете, 1 Тимофея 4, 16, вникая в себя и в учения, и занимаясь им постоянно, отбросить его, в себя соответствуешь или нет, соединись с ним. Поступая так, спасешь и себя, и слушающих тебя. О, благородный! Игорь Иванович, спасибо вам за пищи, которые мне рассказали, о которых я раньше не слышал. Много я услышал от вас. И все-таки моя путь остается актуальной. Я понимаю, что без помощи мне не найти здесь ту общину, к которой бы я мог примкнуть. я не представляю себе жизни без общения, постоянного, плотного общения с единомышленниками. Я в этом живу уже лет в таком состоянии. Вот, и поэтому все-таки надеюсь на то, что вы мне дадите какие-то координаты. Координаты они. Любовь к Христу распространяйте, где было. Вас сегодня вот забросили, у меня такие вопросы были. Вот, допустим, забросили в Норильск. Один я, я начинаю проповедовать. У меня я в камере сижу. Что в камере сказать, когда я уже раздавленный сижу, осужденный где-то? Я ничего не знаю. Уже проходит неделя, и я беседовал с теми, которые сидели, они даже не слыхали. С восьми до десяти вечером, когда отбой будет, двери камеры открываются, а семьдесят человек. Ни один не закурит. Полное мое влияние. Это Господь сделал не мое, а божественное. Нашли три человека, которые не курят, тщательно моют руки. Я достаю новый завет. Они считают, я объясняю, охранники стоят с двух этажей и слушают. Этого невозможно сделать. Это Бог делает за тебя. Бог. Я повторяю еще раз. Мне говорят, вчера вы молились ночью, семь человек становились на колени преступники. Можно мы с вами молиться будем? Ни одного не призывал. И когда я говорю с теми, кто сидел, как Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова, там, Саша Огородников, они даже не слыхали про такое. А разве такое бывает? бывает. Это моя биография. Меня Бог послал туда, куда нельзя было пройти. Это Его воля святая. И поэтому я должен внимательно, вот мы молимся, когда в конце мы поднимаем общее моление утреннее, поднимаем руки. Прими нашу жертву в озеяние рук, как жертву вечернее благоухание приятное. Боже, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле, любящий наш Отец Небесный. Услыши и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. Отче, сущий на небесах, ради голговской страданий твоего единородного сына, ради пролитой крови, прими нашу молитву о всех, кто заповедовал на молитве о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. И дальше стоим и говорим. Гей, говори, Господи, слушай и слышит раб твой. Полное гробовое молчание. Идет молитва, идет работа. Мы все стоим. Что скажет Бог? То из реки и я. И после этого благодарим Бога. А что Бог сказал? А что Бог сказал, мы должны это выполнить. А вы в это верите? Верите. Вот теперь о смирении, о котором вы говорили, а вот это Бог подтвердил мне. Еще один раз напомнил об этом. Понимаете, такая радость. Вот у нас деревня была, когда разрушено 21 тысяча деревень. И люди разъехались. Один в соседней деревне, у Рывки. И вот он, он хороший человек, его председателем избрали. Он все есть. Он пасечник, он, я не знаю, сколько у него там, пчел зайдешь, там конца не видать. Хороший человек. Честный. Его мать и моя мама работали на одной пасеке вместе. И вот его дочка и говорит, папа, поедем сегодня в воскресенье в Потеряевку. Вот у нас все-все есть. И о радости нету. Почему в Потеряевку приезжаем, почему такие все радостные? У них ничего нету. На пустыре палатка там стоит, сама ногами топча, даже лошади нету. И такие они радостные. И они приезжают. Почему? С Богом. Где к Богу там радость. Павел говорит, радуйтесь еще раз, радуйтесь. Нужно людям нести радостную весь этому миру, который задыхается в грехах. Что Спаситель воскрес. Он широко раскинул объятия. Вот, допустим, ну, мои слова. А Павел говорит, чтобы познали превосходящее разумение и любовь Божию превосходящую. Что есть глубина и высота, что есть широта и долгота. Я эти слова просто понимал, как аллегорические сравнения. Оказывается, нет. Высота любви Божией, которая возводит на небо, Златоуз говорит, глубина креста, которая проникает до преисподней любовью, сходит туда и выводит. Широта раскинул руки и всех приглашает придите, все труждающиеся обремененные. Евангелие каждое слово на месте. Златоуз говорит, одной знак не пропускай. Ни одной йоты. Небо и земля предут, ни одна йота, ни одна черта. Я могу сказать, сколько в Библии книг, могу сказать, сколько глав, сколько стихов, слов, предложений, сколько запятых. Вот вы скажете, я вам скину материал, я занимался этим. А для чего? Сколько и краток, чтобы знать, исчезнуты или не исчезнут в новом переводе. Эти данные по всему миру распространили. Я скажу, почему. Я занимался на калькуляторе. И абсолютная точность, стопроцентная. Почему? Любовь. Подвигла меня, наконец, ни одна йота не исчезнет. И никто не знает, а как, исчезла или нет. А почему до вас никто не работал? Смеюсь и говорю, я еще не родился тогда. Но я узнал это и сразу занялся этим делом. Я потратил много времени. Трое на калькуляторах работали. Мы вывели. Если желаете, я могу скинуть. Даша, вот у меня, когда мусульман, здесь много. Да это у нас главная книга Коран. Я говорю, не это ли? Ой, у вас Коран. Я показываю. Коран. Я могу сказать, он меньше Нового Завета в 1,16 раза. И в 5 раз меньше в Библии. Я могу сказать, сколько раз употребляется слово у них Ибрагима, у нас Авраама, это одно и то же слово. Во всей Библии. Но слово Марьям, Мария, у них у нас одинаковое, 35 раз. Так. Интересно? И теперь, когда я ему говорю, сколько ты можешь прослушать, вот Коран насчитанный, допустим, сколько времени Новый Завет прослушать, чтобы, это 18 часов, а этот 16 с половиной. Ни один мусульманин не знает. Так вы занимайтесь, у меня 18-й том полностью посвящен Корану. Я не нападаю, я делаю сравнение одного, где говорится, сура аят с Библией, с Библией. Вопрос, а если там что-то из житей святых? Один случай есть, эфетские отроки, которые умерли. Они не знают. Я с богословами беседую, почему? Это любовь. Вот даже краем уха я что-то услышу, я говорю, обращаясь к опыту, я сразу, Фиксирую, он сказал, так вы сказали, я просто так не оставлю, что вы сказали. Я буду еще размышлять и заранее скажу, вы объясняете не то слово, а голубям и все везде ответили правильно. Но я не знаю, как вы можете преподавать, говорить и не звать в этот же день идти на благовестие, нести радостную. У нас даже дети идут. Каждое воскресенье раздают Евангелие, тем более сейчас написано по благословению патриарха Кирилла, потому что указание, закон Яровой, там все это, надо регистрацию. Мы зарегистрированы. Кто прошел катехизацию, мы им выдали документы, а на обратной стороне регистрация в отделе юстиции. Подошел милиционер, открыли, извините. Все. А то закон такой плохой. Мы за правителем молимся, чтобы сдавали мудрые законы, дабы ли да достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся. О чем я прошу? Чтобы страну не перегоняли в Израиль и в Америку. 72 года работали на них. И как это сказать? А вы что? А ничего. Надо жить экономно. Так работать, чтобы хватало и на депутатов, пенсия там, 500 тысяч рублей, на правителей, и чтобы нам, и на их прелюбодеек, и чтобы нам оставалось. И что остается? Остается. Мы работаем на разных работах. Вот земля. 21 тысяча сел исчезли. 10 дышат наладом. Один-два человека остались. Почему никто не берет? А у нас кто-то окажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Первая беседа. Единственное поселение. Непокрчатый край работы. И мы только в окрестности, в последствии деревням, раздали более 30 тысяч евангелий. Собирая людей на площади, в клубе, дом культуры называется, на стадионе, в воскресенье, небольшое село, нас выехало туда, 48 человек. Каждый дом. Почему? Любовь. Так они не примут. Зачем тебе решать за это? Я сына накажу, он из дома убежит. Зачем тебе решать за Бога? Он говорит, накажи ты его, накажи. Сыновья Ильи не слушались. А он, дети мои, худая молва о вас, и сам шею сломил. А Иоанн Затаус говорит, надо было связывать, избивать и изгонять. Это решительно. И поэтому Иоанн Затаус говорит, это не гнев человеческий, гнев Божий. Когда Иоанн Креститель говорит, порождение ехидниное. Кто внушил бежать от будущего? Они пришли, надо приласкать сегодня. Любвисты, батюшки, зацеловали. Всех люблю, никого не осуждаю. Одним словом, без пробела. Обманщики, слово твое, говорит, достопо быть приправлено солью. Зачем Павел говорит? Ты должен сказать правду. Не покайтесь, все так же погибнете. А к вам бы Путин пришел, чтобы соглашенными вышел. Вот и весь ответ. Мы поблагодарили бы. Он, патриарх был, прям в Барнауле, мы звали, его не пустили, свои задержали. Я говорю, ну, на каждую крышу посадите по три снайпера, охраняйте президента. Как пишут, мы гордимся нашим институтом, Россией, президентом. Слава Богу, сейчас ролик выпустили. Мы молимся о вас, Путин, день рождения был его. И он молится о нас, показано, свечки ставит. И даже перекрестился. Вот. Не надо проклинать кого, не надо, надо молиться, и люди не увидят, я же не для них это делаю, я для Бога это делаю. Самое маленькое дело для Христа. Еда какая, во всем быть экономным, мы об этом молимся. Нельзя так шикарно жить. Надо молить Бога. А он, Бог щедрый. А вот мы ездили, одна только поездка до Лиссабона, обошлась горючая, 440 тысяч. А у меня пенсия тогда была 5 тысяч. Где деньги? В день, в который ехать? Я молюсь, денег нету. И вдруг, как телеграмма, вы деньги ищите? Человек из Калининграда. Никогда о нем не слышал. Дмитрий Булкин. Я говорю, это я обращался, когда книги издавал. Все-таки 38 томов издал. Это страшно дорого. И издал за свой счет. Это тоже что. Я вам деньги вышлю, используйте как надо. Я иду дорогой, деньги получать, бывает 200 тысяч. В дороге мне надо скрыть, разделить на разные части, что случится, как Яков разделил на несколько частей, там. Куда прятать? Надо крупное. Я иду и думаю, а впереди меня получают один тысячами, а другой пять тысяч. Я стою, Господи, поменьше-то было. Она на меня посмотрела, и давай отсчитывать мне по пятерке. Понимаете, я не лгу. Ложь, смертный грех. Ни один лжество в районе войдет. Я просто говорю, как близок Господь к сокрушенным сердцам. Вот сегодня я ходил, а где вы были сегодня? Пенсию четыре месяца не получал. У меня сейчас пенсия большая. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. За 35 лет трудового стажа в этой трудовой книжке. Я ходил сегодня в ФСБ Алтайского края. Я сказал, испытайте меня на детекторе лжи. Статья была у меня распространение заведомо ложных измышлений. Я верил, что были репрессии. Я верил и насчитывал материал о том, что было раскулачено и насчитывал архипелаг ГУЛАГ. Поэтому сегодня прошу проверить. И мне ответили. Я пошел, который они ответ написали. Уже сегодня я выставил этот ролик. Он там стоит. Идем, и вдруг один человек с бородой глядит на нас. Затормозили. Он знает, обнимает. А я был на Афоне, и там такой-то монах вам привет передает. А в вашей проповеди Златоуста насчитали, слушает. Вот и все. Я сказал, у меня фамилия Лапкин. А лапка, слово, один раз встречается в Библии. Паук лапками цепляется, бывает в царских палатах. Благодаря вот этому вот я проник во все концы вселенной. У меня, сейчас я не могу сказать, сколько, ну, где-то 39 миллионов просмотров. Миллионов. А я сижу здесь на одном месте. Почему? Бог. И Бог дает столько, столько программистов из разных сторон и стран. Вы слышали о парализованном Сергея? Когда мы встретились, он 17 лет лежал парализованный. И он решил... Я видел эти кадры. А мы сколько с ним беседовали, встречались, на дому были, крещения ездили, батюшки преподали ему разбитым парализом. И вот, и он решил мой сайт улучшить. Я говорю, он хороший, он очень умно составленный. Мне-то еще лучше можно. И нанимает программистов из Израиля, из Белоруссии, как соединил. Я кое-как добился. Сколько ты заплатил? Он говорит, 300 тысяч. Я так за 3 рубля бьюсь. За всю дорогу ни одного мороженого не съел ни в Америке нигде. Я не экономист даже, как жена меня прозвала. Жить этим надо. Жить. А куда? Для Бога все. Что ты сэкономил для Бога, для моего Бога? Он позволил мне так бедно жить. И тогда ты увидишь, десятину непременно платить надо на сегодня. Непременно. Она Богу принадлежит. Не платишь, ты воруешь. И поэтому все остальное у тебя как от вора уже идет. Считай Малахи, 2-я, 3-я глава. Вы меня обкрадываете десятиной приношением. Чем? Десятиной приношением Бог говорит. Платите десятину и открою небо для вас. Пролью милости. Оно исчезло. Говорит, нет. И то не надо оставлять Господь говорит. Вы Евангелие плохо считаете. Считайте. А мне Бог положил на сердце, если знаете. Я первый раз услышал. Мне 23 года на корабле. Учусь там на штурмана. И никто. Я никто. И вдруг десятина. И внутри меня как колокол ударил. Я буду платить 9 десятин. И 100 рублей 90 на дело Божие. И прожил 57 лет так. И Бог давал откуда, что понятия не имею. Я хвалюсь. Хвалящееся написано хвались Господом. Я хвалюсь. Он никогда не оставит. И вот при этой нищете как будто бы я никогда себя не чувствую нищим. У меня все есть. Мы нормально пообедали. То рыбу внезапно много наловили. То еще что-то. Вот. Просыпал там у нас один фермер. Машина опрокелла горох. А мы там собрали, провеяли. У нас сколько мешков сейчас гороху. А другой там бьет дробленку. То пошли к нему. Попросили. Он нам превратил чуть не в муку. Понимаете? И везде вот так. Ноги волка кормят. Вот такое дело. Надо жить интересно, радостно, красиво и в бедности. Да, спасибо. Спасибо. Спаси Христос, говорите. Не спасибо. Спасибо. Простите, но привычка уже. Это мерзкая привычка. Ее выкинет. Согласен. Спаси Христос. Спаси Христос. О, аллилуйя. Игорь Иванович, значит, я вам пришлю занятия свои. Если найдете минутку, так посмотрите. А по поводу моей просьбы, ну, буду ждать от вас, может быть, какого-то известия, ваше решение, чтобы мне какие-то контакты здесь, в Нижнем Новгороде прислать. Хочу общаться с теми людьми, которых вы вы лично считаете достаточно уважаемыми и авторитетными, потому что всякие мои попытки случайных вот таких знакомств, они оказывали, к сожалению... Это в вас ошибка. Ошибка в вас, не в них. Смотрите, у нас машина, и один посоветовал. Какая машина? Нам нужно грузить 750 килограмм. Возвращайтесь опять. Какая? Чтобы была проходимость. И он посоветовал купить газель в Нижний Новгород. Она у нас в Швеции только сломалась. Что перетерпели, все там есть. Я молюсь, где обратился. И кто слышит, я плачу. И все плачут, кто бы не слышал. Баптисты все. Это Бог делает. И вот теперь мы в Нижнем Новгороде. Нас волоком натащили до Калининграда и Швеции. Ужас один. Доехали до Нижнего Новгорода. А вы там, кажется, говорите, да? Да. И мы стали молиться, а нам говорят, знаете, вы стоите в дверях, тут народ идет, а там здание, администрация, я сейчас не знаю сколько, но не меньше трех этажей. Вы уйдите в сторону. А тут у них как деревья растут. Мы сразу отошли и молимся. Стали, молимся, поднимаем руки. Мужики, без левого и сомнения, нам нужен главный инженер, главный конструктор, директор. Мы кое-что им расскажем. Мы молимся. Глаза открыли. Они все трое стоят перед нами. Это вообще, мы не простили ничего, они о нас не знают. И они идут, и им поворот к нам. Я не знаю, один это директор был или нет, но главный конструктор, главный, который там по менеджеру, все это. И мы сказали на их машине, какая вам реклама-то. Перед нашей машиной в Австрии на коленях становились. Путин, Россия, Газель. Путин, Россия, Газель. Понятно? Да надо было зарубежную. Не надо. У вас колымага, я говорю, голубица белая нежная. Мы нигде не застреляли. Оба ведущие. Она как танк шла. Вот так. И мы просили. Они выделили человека. Он сел за руль, проверил. Все сняли, сделали нас, благословили, и мы поехали дальше. Бесплатно. Подошли, принесли. Мы расположились там у них, ну, территория там. Пришли там с корзинкой, сейчас не помню с чем. Вам послали есть, сказали, чтобы накормили. Я говорю, мы в ресторан от них не ходим, мы обойдемся свое. Нет. Я говорю, у нас пост сейчас. Пост или среда пятница были. А что можно? Я говорю, вот это. И они тут же бегом в ресторан там свой, и все нам несут. Незнакомые люди. Это Бог делает. Я проповедую, подходят и суют деньги в карман. А я себе поставил правило, если мне помогли, я должен отдать столько же и добавить свое. Чем больше дают, тем беднее я делаюсь. И вот под этим... Хорошее правило. Хорошее. И вот что интересно, Нижний Новгород. А что бы вы делали? Проповедовать сначала. Проповедовать как в тюрьме. И уже община в тюрьме образуется. Никого не ждите. Не знаете. И там я не знаю. Мы там проездом были, один день пробыли. Где бы ты ни был, ты должен быть светом миру. Вы свет миру. И поэтому это Господь усмотрит. Вот если бы я был сейчас брошен, допустим, в Саудовскую Аравию, там Тунис, где христиан казнят. Как бы были? Так же. Я бы один вопрос добился. Есть ли тут верующие христиане, православные? И туда бы пошел. И там бы накормили. Просто рассуждаю. Вот я в Америке был, когда много ездил. Я их всех удивил там. Они не могли ничего из меня, рваные носки не могли заменить. Это не мое. Это не мое, как Пахомий говорил. Вот так, как я есть, роба на мне тюремная. Это как раз по мне. Я сапоги оставил стоптанные, в них меня похоронить. Тело не изумайте обмывать, а то я пну из гроба вас. А кто-то там священник. Поверьте, его канонизировать будут номинатом и мощи резать. А как дам из могилы вылететь. Я смеюсь тоже им. А что делать? Жить и радоваться. Перестаньте дурить. Оставьте мертвецам хоронить мертвых. Они другое не умеют. И сказал мне на грудь, положите Евангелие заламинированное, в салфан завернутое. И на кресте все время берите бесплатно. И смотрите, как кто возьмет, новое вешайте. Я хочу из могилы проповедовать. Спасибо. Спаси Христос. Спаси Христос, да. Спаси Христос, да. И если все-таки будет позволено, видео пошлю. Да, это можно. До свидания. До свидания. Я вам видео сейчас пошлю. Как мы ехали, я вернулся на то место, где я покаялся. 52 года в пути называется. Вы его, когда прослушаете, посмотрите, вы очки снимете и будете глаза протирать. Ладно, хорошо. Вас это коснется. Я вижу вашу душу, настроенность. И поэтому, я даже смотреть глубоко не буду, ваши. Вы сами сравните. То, что я говорил, как программа называется. Новый завет весь преподавать людям. И вот это, вы скажете, мне нужно пособие по изучению от Марка. Там участвуют все. Начинайте, вы еще из храма приглашайте к себе домой. Вы будете начатка Махаи, начаток. С тебя начнется все. Не ищи этих людей. Они будут первыми врагами вашими. Вот так, дорогой брат. Прямо, прямо, прямо сегодня начинайте. Где-то есть там, чтобы жена была за вас, там, сын, за вас, за Слово Божие. Начинайте. И один человек придет, аллилуйя, садитесь и занимайтесь. И приглашайте, когда из храма выйдете. Нигде не нарушайте. К священникам не лезьте. Но на беседу пригласите. И когда он отверг, тогда он не скажет, что его не звали. К священникам благоговейно относитесь, какой бы он ни был. Но если явно гомосексуалист, никогда не подходи, не оскверняйся. Я понял. Хорошо. Договорились. Договорились. До свидания. До свидания. С Богом. Отключайтесь. Наташ, сколько мы разговаривали? Один час, пять минут. Нет, два часа, пять минут и девять секунд. Договорились. Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии.